Поехали, посмотрим, что нас ждет в глубоком обучении. Начнем мы, естественно, с понимания, где граница между глубоким обучением, где машинное обучение. Небольшая история про глубокое обучение. И не буду вдаваться в детали всевозможные, где там что как было, но расскажу, постараюсь об основных интересных вещах, которые нам понадобятся для дальнейшего разговора. И далее расскажу уже про различные архитектуры, начиная с простых и какие-то более редкие, включая самые последние из трансформеров, например. Итак, я думаю, примерно все из вас слышали все эти слова и понимают, что такое машинное обучение, понимают, что такое искусственный интеллект. И осталось уточнить, что такое дипленинг. То есть если искусственный интеллект – это у нас очень широкое понятие, которое включает в себя как сильный, так и слабый искусственный интеллект, как программы, которые умеют решать какую-то узкоспециализированную задачу, так и программы, которые умеют принимать решения на основании каких-то долгосрочных целей и так далее. Машинное обучение решает на текущий момент более узкоспециализированные задачи. Дипленинг же от него отличается всего лишь способом их решения, а именно тем, что не нужно руками придумывать некоторые фичи, которые описывают наши данные, описывают задачу, которые наиболее релевантны, а способ такой построения их менее ручной, более автоматически, с помощью нейронных сетей. Обычно это глубокие нейронные сети, поэтому обучение называется глубоким. Если посмотреть в целом на ML, то там присутствует то же самое, что присутствует в нейронных сетях. Это Supervice Learning, то есть обучение без учителя, когда мы пытаемся на основании каких-то наших данных понять, что в них есть, какие-то зависимости, как их можно сжать, представить по-другому и так далее. Бывает обучение с учителем, точно так же бывает в нейронных сетях. При этом обучение с учителем – это как классические, известные всем, и статистическое обучение методы типа линейной, логистической регрессии, SVM, деревьи решений, бустинги и так далее. Сюда же включается reinforcement learning, но при этом он, как правило, практически целиком все-таки представлен, бывает нейронными сетями, по крайней мере, в нашем 2020 году. Итак, мы понимаем, что есть HTML, как огромное количество разных алгоритмов, решающих те или иные задачи, и для него нужно придумать фичи, то есть придумать, как представить наши данные, как их преобразовать, так, чтобы наша задача хорошо решалась с помощью выбранного нами алгоритма. Это может быть, допустим, линейная регрессия или деревья решений. В некоторых случаях нужно больше делать преобразование, в некоторых меньше, но смысл от этого не меняется. И мы повторяем эти шаги, что мы придумали фичи, реализовали их, как-то проверили, насколько хорошо наш алгоритм работает, посмотрели, где он ошибается, какие фичи не хватает, добавили и так далее. В случае логового обучения все немножко, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, проще. Мы просто подаем все наши фичи, которые только можем в сыром виде, потому что, как правило, это не структурированные данные. И пытаемся уже работать непосредственно с алгоритмом, не задумываясь больше особенно о фичах. Если посмотреть на то, как вообще развивался блок обучения, с чего мы начинали, какие были нейронные сети вначале, какие они останутся сейчас, это непрерывный процесс, в котором постоянно происходит много отсутрений, у нее достаточно большая история с взлетами и падениями. Началось, естественно, с первых самых алгоритмов перецептронов и похожих на них, которые были... Они произошли благодаря тому, что биологи рассказали нам о некоторых особенностях работы мозга, мозга человека, животных и так далее, увидели в них некоторые интересные особенности. И математики, посмотрев на это, придумали, что хорошо, мы, наверное, можем из этого сделать алгоритм, который будет решать ту или иную задачу, распознать образы, принимать решения и так далее. И после чего появилось огромное количество разных вариантов машин, непосредственно реализующих эти программы, различных вариантов обучения, как можно обучать эти нейронные сети, какие сами нейронные сети, какую функцию мы оптимизируем. И были различные варианты, то, что не буду упоминать, типа, Больцман машин, ограниченная машина Больцман обычная и так далее. При этом эти варианты, конечно, интересные, но пока что наибольше интересные, больше распространения получили варианты на основе сети прямого распространения, алгоритма оборудования распространения ошибки и все, что с этим связано. Думаю, эта картина вам знакома. Это перцептрон. Тот самый первый алгоритм, с которого многие начинают свой путь в глубоком обучении, изучении вообще всей этой темы. Что мы видим? Мы видим некоторый граф, подскритически направленный, в котором у нас есть некоторые входные рецепторы, сенсоры, которые непосредственно принимают на вход фичи. То есть они отображают то, что фича собой представляет. Это некоторое число, каждая фича — это число. И дальше оно передает этот сигнал. То есть есть нейроны, которые входные, есть те, которые преобразуют, ассоциативные нейроны, поэтому буква А, которые пытаются скомбинировать как-то то, что пришло на первый слой. Далее также тем же самым образом мы пытаемся скомбинировать результаты промежуточного слоя в слой, который уже выдает ответ. В данном случае ответ — это тоже какое-то одно число. И каждый из этих сайты снарёбер, это представляет собой некоторый вес, с которым мы складываем числа на входе. То есть у нас на S пришло какое-то одно число, на S нулевое, на S первое, второе, на S третье — еще какое-то число. Мы сложили там первое и третье с каким-то весом, добавили bias, то есть еще какое-то число, применили функцию активации, чтобы у нас вся вот эта штука была нелинейная. Потому что если мы оставим только сумматоры, то есть будем взвешивать, соответственно, все наши входы, суммируя, перевариваясь, и потом так далее повторять без нелинейности, то все это в конечном счете можно преобразовать, выразить как обычная линейная функция. Поскольку мы хотим находить любые аппарализования, в том числе нелинейные, там есть нелинейные функции активации, о которых поговорим потом подробнее. И было доказано разным блатом, что эта вещь работает и может распознать образы, гарантированно сходится и так далее. Давайте посмотрим, как это выглядело. Здесь мы видим непосредственно физическую реализацию работы перцептрона в виде системы Mark I. То есть мы видим нарисованную крупную достаточно букву С, подсвеченную лампами, и, соответственно, детекторы, которые тут или иной участок изображения, понимают, насколько он светлый или темный. Потом эти детекторы, как наши нейроны, которые sensitive первый слой, они отправляют эту информацию, эти числа, через резисторы, которые с механическими были переключателями, все очень тяжелое, медленное и так далее. Но вот она передает и реализовывала, соответственно, дальнейшие сумматоры, нелинейные, пороговые преобразователи и так далее. И выдавала ответ, что именно нарисовано перед таким вот перцептроном, перед Mark I. Если посмотреть, как это вообще можно обучать, то есть хорошо, у нас есть некоторая функция. Эта функция, соответственно, линейная, у нее есть какие-то веса, то есть она параметризированная. Нам нужно найти такие параметры, чтобы она правильно отвечала на наши вопросы, то есть чтобы для заданного правильного входа правильный был выход, соответствующий этому входу. И поскольку у нас можно представить в общем виде каждой из нейронов ведет такой вот функции, если мы рассмотрим один за апперцептон, немногослойный апперцептон, как вот нейрон один. Юнит ее еще иногда называют. Это, соответственно, некоторая функция от скалярного произведения наших весов на исходный вход, плюс еще добавляется bias, как отдельно там нулевой элемент. И пороговая функция, которая плюс один принимает значение, если у нас положительный вход, и отрицательный у нас один, если вход отрицательный. Вот придумали такую функцию, и у нас есть цель, соответственно, чтобы tn это получается таргет, то есть для примера с номером n какой у нас таргет, должен быть плюс один или минус один. Соответственно, если у нас в итоге после преобразования совпадает знак, то хорошо, если не совпадает, то плохо, и минимизируя такую функцию e, мы, соответственно, обучим наш процепторам. Причем, как мы видим, здесь обучение ведется именно по примерам, которые были классифицированы неправильно. Давайте посмотрим, например, как это могло обучаться, что происходило. Есть, соответственно, два класса, которые мы хотим отчасти друг от друга. Перецепторам работает в бинарной классификации. Допустим, синий класс 0, красный класс 1. Вот мы видим первый пример, который классифицирован неправильно. Почему неправильно? У нас есть некоторая гиперплоскость, которая задается вот этими самыми весами, потому что скрайлие произведение задает нам гиперплоскость. И нормально его смотрит вниз. Соответственно, она должна смотреть вверх, чтобы класс номер 1 имел тот же знак. Когда мы возьмем скрайлие произведение, он смотрит в другую сторону. Мы берем, соответственно, вот этот вектор ошибки, то, насколько оно отличается, и прибавляем его к текущему вектору весов, тем самым его изменяем. Смотрите так, как на крестнике справа спереху. Дальше мы берем следующий пример. Он снова смотрит в другую сторону, снова добавляем вектор, снова изменяем веса, и в конечном итоге у нас правильно классифицируются все примеры. На самом деле доказано, что этот алгоритм работает только в случае, если у нас есть линейная разделимость. То есть если мы действительно можем построить такую гиперплоскость, которая будет разделять оба класса полностью точно, чтобы ни одной шоке не было. Также у него достаточно медленная сходимость. То есть в общем случае может потребоваться достаточно много шагов, чтобы это все сошлось. И, думаю, многие заметили, что есть похожий алгоритм, который используется на практике уже долгие годы, который тогда был не так популярен, в то время, когда разрабатывался перцептором. Это логистическая регрессия. Когда у нас пороговая функция, естественно, нелинейность, которую мы идем, она дифференцируема, когда мы можем пользоваться градиентным спуском и так далее. Как же это происходит? Как мы можем вместо такого интересного странного алгоритма воспользоваться дифференцируемостью функции, придумать такую функцию и, естественно, обучать ее? Есть, естественно, в теории оптимизации такой известный алгоритм, как градиентный спуск. Не во всех алгоритмах машинного обучения она используется, но в целом она популярна во многих областях, где нужно подобрать параметры для той или иной функции. Соответственно, у нас есть некоторые функции, которые мы хотим оптимизировать. Можно посмотреть на это по-разному, как на минимизацию, на максимизацию, если обратить знак, это не важно. Смысл в том, что мы должны найти экстремум, максимум, минимум, желательно глобальный, но в случае градиента спуска он будет гарантирован лишь локальный. И данная функция – это будет функция ошибки. То есть, допустим, если мы захотим спуститься в самый низ вот этой поверхности, то мы будем минимизировать ошибку. Как это выглядит? У нас есть некоторый текущий estimate, текущие веса в функции, и мы хотим сделать небольшое широкое, небольшое изменение в сторону нужных нам весов. Соответственно, обратное направление градиента с некоторым learning rate, то есть с некоторой скоростью изменения. Причем, как мы видим, это скорость глобальная для всех весов. И в таком вот базовом варианте, в такой базовой постановке, он, конечно, работает, сходится, хоть и не всегда, но как минимум у него есть следующие проблемы, что невосходимость сильно зависит от вот этого самого learning rate, в данном случае это, переменной это. Если, допустим, у нас одни переменные уже сошлись, параметры другие нет, это будет мешать. Если у нас с разной скоростью нужно к ним двигаться. То есть, кроме того, мы можем перепрыгивать через локальные минимумы, мы можем слишком медленно идти и так далее. Кроме того, как и другие, в целом, большинство методов, которые связаны с использованием первой производной, он находит только локальный минимум. То есть нам, в целом, хотелось бы найти глобальный, но можем на это только надеяться. И так как он не использует знания о второй производной, мы знаем, что мы можем остановиться все два точки, то есть точки, где у нас первая производная действительно там равна нулю, это с этой точки зрения экстремума, но вторая производная у нас не нулевая, у нас на самом деле есть куда спуститься ниже или выше, и поэтому это не меню. Ну и, как я уже говорил, хорошо бы, чтобы все веса и их изменения были из какого-то общего, желательно нормального распределения, потому что для них все точно хорошо сходится и доказано, что работает. Есть, правда, положительные стороны, что даже несмотря со всеми этими ограничениями, проблемами, он работает, сам подход в целом. Ему помогают такие вещи, как вармапы и learning rate scheduling. Это способы уточнить эти самые градиенты заранее, иногда менять learning rate и так далее, но мы о ней поговорим попозже. Если же говорить о том, как применить такую вещь к многослойным перцентронам, многослойным нейронным сетям, которые состоят из большого числа нейронов, связанных друг с другом слой за слоем. Есть такой алгоритм, как wakepropagation, который появился в 80-е, уже спустя много времени после того, как был придуман первый перцентрон, и как раз он послужил такой хорошей отправленной точкой, чтобы нейронными сетями снова начали пользоваться, чтобы было быстро, удобно считать и так далее. И, по сути, этот алгоритм – просто эффективный способ подсчета такого градиента, в котором что происходит. Мы, соответственно, знаем о том, на выходах такой нейронной сети маленькой, где она ошиблась. То есть, допустим, если у нас один вход, это будет одно число, какое-то разница, там, допустим, между правильным выходом и тем, которое мы получили, квадратичная разница в зависимости от функций, ошибки и так далее. Мы знаем производные у всех наших элементов, то есть всех наших преобразований, которые происходили на прямом шаге вычисления нашего ответа. И благодаря этому мы можем, соответственно, слой за слоем проходиться, вычислять ошибку, по чейн-рул досчитывать, какой у нас градиент в этом весе, именно в этом параметре, использовать это дальше и так далее. Это работает гораздо быстрее, чем если бы мы как-нибудь придумали через численные методы, через final differences, попытаться приблизить это числовым таким способом. Это работает для всех нейронных сетей примерно, то есть неважно, как она у нас поделена, это может быть многослойный перцепторон, это может быть какие-то другие архитектуры. Благодаря тому, что сам принцип работает, мы применяем это везде, оно везде хорошо работает, хотя есть некоторые улучшения, в частности, о которых расскажем потом дальше. Такой же способ, такой же подход на самом деле можно использовать, чтобы считать Гессиан, то есть матрицы со вторыми производными и уже вторые производные использовать два ньютоновских методов, квазимитоновских методов, которые сходятся быстрее, у которых нет проблем с двойной точкой, хотя это и более тяжело с точки зрения вычислений, и поэтому они не так уж часто используются. Кроме того, для того, чтобы считать разницу между тем, что на выходе пришло в каком-то конкретном нейроне и тем, что должно было прийти, чтобы считать градиент, нам нужны активации, то есть нам нужно сохранять их на всем протяжении вычислений нейронной сети и ее обучения. Это немножко бывает дорого с точки зрения памяти, если у нас нейронная сеть большая, соответственно, градиентов тоже много, но мы можем применять некие трюки, например, градиент Checkpoints. Его смысл в том, что мы можем на самом деле сохранять не все активации, а только в некоторых этапах, на некоторых слоях. Допустим, у нас много слоев, мы сохраняем на первом, на пятом, на десятом и так далее. И тем самым, когда нам нужно посчитать непосредственно градиент, после того, как мы полностью сделали forward шаг, то есть вычислили ответ, начинаем считать градиенты, считать изменения, мы можем досчитывать, начиная там с последнего чекпоинта до текущей точки, там хотим на двенадцатом слой посчитать, считаем с десятого по двенадцатый, потом одиннадцатый, с десятого по одиннадцатый, на десятом все хорошо, девятый, с пятого по девятый считаем, forward прогоняем, тем самым мы как бы вылечим время, которое нам нужно, чтобы обучить нейронную сеть, с одной стороны, с другой стороны, она становится гораздо компактнее по памяти, нам не нужно очень много всего хранить, то есть это такой компромисс. Есть вариант, где мы вообще ничего не сохраняем, каждый раз все заново прогоняем, но, естественно, он совсем тяжелый с точки зрения вычислений. Кроме того, есть нюанс с тем, что такой вот chain rule, когда мы перемножаем градиенты, он может приводить к их так называемому взрыву или исчезновению, то есть, простите, что градиенты, они могут, соответственно, либо бесконечно вести, либо снижаться, если, допустим, они маленькие, то есть если они большие, у нас сильно глубоко, мы перемножаем, тут становится большое число, мы это большое число используем, чтобы обновить веса, они сильно меняются, становится еще больше число, допустим, если функция кривая и так далее. Если у нас слишком большой наклон, допустим, произошел в каком-то из элементов, какой-то большой градиент. Наоборот, если они слишком маленькие, они могут задыхать и вплоть до того, что сеть предстоит обучаться вообще. То есть мы от этого не застрахованы. Кроме того, я об этом не говорил, но если мы инициализируем нулем, допустим, все наши нервные сети, она не будет работать. То есть у нас все ингредиенты будут, но ничего не обновляться, не будет и так далее. Поэтому инициализируется оно случайно. Есть наказательства о сходимости, основанной на вот этой случайности, то, что они одинаково, независимо распределены и так далее. Но на самом деле это тоже влияет на качество обучения. То есть есть целое направление в диплелинге, которое изучает, как именно нужно инициализировать слои, как именно нужно инициализировать в конкретных случаях и так далее. В том числе есть интересные статьи про то, как нужно инициализировать для того, чтобы переиспользовать какую-то информацию обучения, чтобы попробовать обучить один раз. И можем, допустим, использовать заново эти веса и заново начать обучение, что так будет лучше. Иногда это работает, иногда нет. Хорошо. Мы поняли примерно, что вот есть такие прецептроны, есть многослойные прецептроны, различные такие нервные сети, которые мы можем обучать. Какие архитектуры можем сделать? То есть какие виды графов, как-то их назвать, как можем использовать, если в каком-нибудь из слоям или в деревьях все в целом. Понятно, там бывают свои какие-то особенности с тем, какую функцию выбрать, преобразование выбора, ветвление, обрезание и так далее. Но при этом общий вид какой-то остается прежним. То в случае графов у нас оно более разнообразно. То есть существует огромное количество вариантов того, как это построить. Начнем с самых простых базовых сетей прямого распространения, фитфорвард сетей. Где они нужны? Обычно применяются в классикации обычных табличных данных, так называемых. То есть, условно говоря, у нас задача, допустим, предсказать, стоит ли давать кредит, если банки такой задачей часто занимаются. Например, в Кегле такой задачи дают. И нейроники, как правило, на самом деле, нужно долго с ними работать, чтобы они хорошо заработали. Они работают хуже, чем какие-нибудь бустинги, деревья решений и так далее. Далее, если мы говорим про табличные данные, они в целом могут неплохо обрабатываться нейронками, если их попробуем сжать. То есть мы попробуем их закодировать таким образом, получить некоторое векторное представление, которое будет компактнее, чем исходное. То есть, грубо говоря, если в байтиках посчитать, что мы храним больше для одного примера изначально, чем мы можем сохранить, при этом реконструировав как можно похоже на то, что было вначале. Есть такие алгоритмы, которые ненейронные, там PC, рефакторизация различная и так далее. Но в общем случае, скорее, чаще на моей практике, я думаю, на практике многих, работает лучше, если мы попробуем сделать это в тайм-кодерами, то есть нейронным способом. Кроме того, вот эти вот сами пит-форвард слои, они часто используются как части других нейронных сетей, они универсальны, для них доказана предусходимость, в целом они неплохие, с ограничениями с теми, что они не специализированы. То есть они в целом решают какую-то абстрактную задачу с обходом, не упорядоченным никак. Что если мы перемешаем дроны, у нас нейросеть будет работать еще так же. Собственно, те слои, которые я уже сказал, это dense слои, то есть это непосредственно такие вот перемножения матриц. Почему это перемножение матриц? Которые привязаны к следующему, к одному из следующих нейронов в следующих слоях. По сути, мы умножаем на матрицу. Потому что вектор на вектор, которых несколько, потому что много нейронов. И вот эти длинные слои, это как бы основной элемент построения вот таких вот нейронных сетей. Но есть еще, как минимум, один важный момент, то, что та нелинейность, о которой мы говорили, которая должна обязательно быть, чтобы наша вся сеть не превратилась в одну большую линейную функцию. Собственно, есть как классические варианты различных сегмоид, допустим, тангенс, которые в целом часто использовались когда-то в прошлом. Со временем они стали использоваться реже, как минимум, потому что они долго работают. То есть тоже тангенс только будет числать. С точки зрения компьютера, там тригонометические функции и прочее. Есть трилу, которая на самом деле функция, которая просто берет максимум, типа, если мы в положительной части, она берет сам вход, если мы в отрицательной части, означает ноль. Но, как минимум, здесь есть проблемы с тем, что у нас нет производства в нуле, что мы никак не используем информацию, у нас, опять же, ванниш ингредиент происходит, если мы в отрицательной части и так далее. Есть ликерилом, когда мы, соответственно, в отрицательной части, с очень маленьким весом, там, ноль, ноль, один, мы используем то, что нам передали. Или экспоненциальный вариант, свиш, это комбинация, когда мы вход домножаем на, опять же, сегмоиду какую-то, который отскалированным весом работает и так далее. Все эти варианты, они, на самом деле, по-своему, неплохи, кроме тангенса, пожалуй, но общая практика такая, что нужно использовать скорее лилу или гирилу. Если не получается, можно уже пробовать что-то более сложное. Кроме того, у нас часто в таких сетях используют другие методы регулизации, мы подробнее о них поговорим попозже, но сразу скажу, что вот встречаются в таких сетях. Допауты, больше нормализации, другие виды нормализации и так далее. Кроме того, мы должны понимать, что если, как в условном бустинге, мы можем просто взять наши данные, как есть, как правило, с небольшими возможными изменениями в зависимости от реализации, отдать алгоритму, и он будет работать, то есть будет проводить классификацию хорошо в достаточном уровне, то в случае с нейронными сетями нужно данные готовить, поскольку здесь у нас линейное приблизивание. Для этих линейных приблизиваний нужно, опять же, чтобы сходимость была, чтобы соблюдалась вот эта вот одинаковая распределенность, именно весов, чтобы они были не слишком большие, не слишком маленькие, они были примерно одинаковые дисперсии, желательно со средним, около нуля и так далее. Что мы должны сделать? Как минимум, мы должны убрать наши значения, которые наны, ноны, нулевые, непонятные значения, там, где у нас, естественно, пропуски в данных. Кроме того, мы работаем с числами, но числа тоже числом розы, бывает, допустим, кодировка, что условно мы можем закодировать, не знаю, профессию человека в виде числа, порядкового номера, но в такое число, если мы будем подавать там нейронные сети, которые там предсказывают, допустим, кредитскор, это будет плохо, потому что мы неявно задаем порядок, что на самом деле между числами одно число больше другого, настолько-то больше и так далее. Хотя на самом деле, по факту, в наших данных этого порядка нету, мы просто закодировали и от перестановки смысл не должен меняться. Поэтому мы можем делать различные охот-энкодинги, другие варианты, когда мы все-таки каждую из категорий представляем в виде отдельной колонки или хэша от этой колонки и так далее. Кроме того, сильно влияют аутлайеры, то есть если мы, допустим, делаем репрессию или даже на самом деле минарную классификацию, ввиду того, что у нас возникают квадратичные зависимости, чем больше аутлайеров, тем дальше они расположены относительно всех основных данных. То есть, допустим, что у нас встречается, опять же, предсказание кредитного скорого, какой-нибудь люди с какой-нибудь зарплатой, там, обычной, нормально указанной, которая будет ряда жизни, у кого-нибудь зарплаты встречается миллиард, это сильно будет влиять на весь алгоритм, на всю сходимость. Если там отрицательно будет встречаться с зарплатой, то это тоже будет не очень, но это уже отдельный этап. Кроме того, мы должны сделать нормализацию, о которой я говорил, непосредственно посчитать среднее, разделить на variance, но тут оно зависит от как мы можем делать, можем делать по весам, можем делать по группам весов, зависит от того, что у нас появится на вход. Есть еще такая операция, как whitening. Это тоже способ, естественно, нормализовать веса, с той разницей, что у полученных, полученных, соответственно, фич, будет единичная матрица ковыряться, то есть, что у нас не будет такого, что есть какая-то ковыряться между фичами, допустим, с ростом возраста, зарплаты или еще что-то такое, что может быть плохо для обучения, потому что, опять же, у нас в идеале хотелось бы, чтобы это просто был univariate gauss, одинаково распределенный, для максимальной сходимости. И из таких тоже интересных нюансов баланс-классов, что в случае кредитного скора у нас, допустим, чаще выдают, чем не выдают кредиты, допустим, и есть дисбаланс какой-то. Или, допустим, мы предсказываем клики, что пользователю понравится что-то, там, объявление, товар, рекомендация фильма, неважно что, чем не понравится, он кликнет, лайкнет, но большинство людей ничего не делает, не кликает, просто смотрит, соответственно, у нас большинство примеров, которые мы подаем на вход, они имеют какой-то один класс, какая-то маленькая часть другой. И в этом случае, опять же, нейронка легко может выучить, что, допустим, если в 99% случаев у нас класс 0, что всегда выдавай класс 0. Такой системы будет точно с 99%, но абсолютно бесполезны для практического применения. в случае, чтобы градиенты не смотрели в какую-то одну сторону для классов, а равномерно обучались для обоих, мы делаем балансировку. Есть разные варианты, как на этапе обучения, так и на этапе подготовки данных. Вот рассказал. То, о чем мы говорили, это были структурированные данные. То есть, у нас в случае, допустим, с рисканием кредитного скора или там еще что-нибудь, какую-нибудь задачу с таблицами мы решали, то есть, у нас каждая, по сути, фича в том или ином виде имеет имя, у нее понятно, что она делает и так далее. И обычно их еще достаточно ограниченное количество, хотя не всегда. Есть еще не структурированные данные, так называемые, то есть, это данные, в которых у нас нет какого-то конкретного названия для какого-то входа. То есть, если у нас есть, допустим, картинка, мы не можем как-то назвать пиксель нулевой, второй, третий, как-то по-особенному. Это просто пиксели, которые друг от друга расположены как-то. У них есть какая-то еще взаимосвязь с порядком друг друга, то есть, если перемешаемся, пиксели, мы не получим исходное изображение, мы не сможем распознать и так далее. Чтобы работать с не структурировыми данными, есть в том числе интересные другие подходы архитектуры. Рассмотрим, к примеру, сверточные нейронные сети. Возможно, многие из вас уже слышали и знают, что они применяются очень много где, применяются в телефонах, применяются в различных алгоритмах обработки всего, чего угодно, связанного не только с изображениями, но и в том числе с аудио. Посмотрим подробнее. В самом деле, огромное количество задач. Самая простая, самая понятная, которую можно привести, примеры, это классификация. То есть мы попытаемся понять по изображению, наши нейронные сети ответят нам, удовлетворяем какому-то условию, что там изображено или как оно изображено и так далее. Есть object detection, когда мы пытаемся понять, есть ли объект на изображении и где он. То есть такой выглядит bounding box, в котором, соответственно, две пары координат по углам соответственно bounding box и мы пытаемся понять, где что нарисовано, допустим, где находится лицо. Кроме того, мы эти обе задачи можем решать сразу вместе. То есть находить, где находятся объекты, что это за объект, можно находить сразу несколько объектов и так далее. Есть различные задачи сегментации, когда мы для пикселя пытаемся искать, к какому классу он принадлежит. То есть у нас есть фоточка, допустим, мы пытаемся понять, допустим, где человек, где машина, где здание, где земля, где небо и так далее. Для машинного обучения это может быть не всегда простая задача и сегментация вот именно в последние годы только стала достаточно хорошей. Из того, что придумано было примерно 5 лет назад как раз это стал трансфер, то, что вы видите примерно справа на картинке, еще тогда примерно, примерно тогда же, когда он только появился, что-то пробовал на эту тему сделать. Это способ, соответственно, как-то изменить изображение, сгенерировать другое на основании матриц грамма, на основании корреляции между этими высокорневыми представлениями, которые у нас появляются в промежуточных слайд сети, при этом сохранив исходный посыл, что на нем изображено. И так далее, и так далее. Много разных вариантов. ACR, генерация, то, о чем мы расскажем в том числе в следующих лекциях. Много-много других проблем. Посмотрим, как это выглядит с точки зрения нервовки. Это одна из первых нервных сетей вообще, которая применял, соответственно, идею конволюции. Линетт от имени автора Эли Куна в 90-е годы была придумана. Соответственно, в те годы она сделала такой маленький прорыв. Что происходит? На самом деле, мы переиспользовали идею, которая уже была использовалась в компьютерном зрении для этого. И эта же самая идея на самом деле наблюдалась у биологов. В чем речь? У нас есть вход в виде именно упорядоченной. То есть, мы не вытягиваем как в один вектор чисел все наши данные, картинку, допустим. Мы ее начинаем рассматривать с точки зрения упорядоченности, чтобы вести x, y, координата. На самом деле, еще z, в которой цитал указан каналы. И мы пытаемся смотреть локально именно на соседние пиксели, такой матрицей скользящей, и вычислять, что происходит дальше. Вот есть разные личные слои, которые позволяют с этим работать. Это сверточные, пулинг слои и так далее. Давайте посмотрим чуть-чуть подробнее. То есть, на такой схеме мы видим, что есть, допустим, изображение 32 на 32, с тремя каналами, то есть трехцветное, обычно нормальное цельное изображение, в котором мы находимся в процессе свертки, так называем. Мы берем все наши три канала, берем какой-то участок 5 на 5, то есть 5 на 5 пикселей, и суммируем ее с весами. То есть, у нас 5 на 5 на 3 весов плюс вес, и мы пытаемся получить, опять же, выход этого конкретного нервного, с этого ресептифилд, то есть, с этого участка изображения. И тем самым, когда мы проходим, все мы получаем так называемую карту активации, фильтр, потому что в компьютерном зрении называлось фильтр, который, соответственно, как-то смотрит на изображение по сторонам. Может выделить границы, может выделять какие-то направления и так далее. линии, которые смотрят в какую-то сторону и так далее. Здесь, чем больше, соответственно, рецептифилд, то есть, чем больше ядро свертки 5 на 5, допустим, или будет 7 на 7, тем более сложным может быть паттерн, но с другой стороны, тем дольше можно будет тренировать все это дело, потому что больше весов, сложнее подбирать и так далее. Мы можем делать таких фильтров много, по-разному, посмотрев тем самым на изображение, которое у нас на входе. Кроме того, сейчас немножко вернусь, мы, помимо того, что сделали это один раз с исходным изображением, мы получили такие карты активации. Во-первых, мы можем их немножко уменьшить, не потеряв особой информации, при этом сильно сократив число весов, которым мы работаем, сделать так называемый пуллинг, то есть, сегрегировав их каким-то образом, допустим, максимумом из какого-то рецептифилд или минимумом, или средним и так далее. И тем самым доводим это до какого-то большого числа вот этих карт активации и линейно их сворачиваем уже, начинаем работать с ними fully connected нейрон, о которых я уже говорил, что как раз становится в частях других нейронок. Если посмотреть, как именно активируется, то есть, на что реагируют именно нейроны вот этих карт активации на различных славях, можно заметить, что практически любой задач компьютерного зрения на первом уровне мы будем, соответственно, замечать различные паттерны виде линий, где какая-то часть светлета, какая-то темнее, затемнение, заседление общее по кадру. Если мы будем смотреть на более глубокие слои, мы будем видеть, допустим, в случае сдачи лица какие-то там условно, глаза, рот, еще какие-то части лица, в случае машин с местной крысой и так далее. И чем дальше, тем более высокого уровня представления мы будем получать. То есть, активироваться нейрон будет именно в тот случай, когда он в его область recertive field попадет, соответственно, похожий паттерн. Опять же, как и в случае с задачей простите, в случае с задачей с фитфор и с сетями, мы должны во-первых, на самом деле посмотреть на данные, потому что в случае с изображениями это гораздо проще делать, чем с многими другими, с аудио и так далее. Бывает, что мы сразу видим какие-то недостатки нашего датасета, которые известны из общих принципов машинного обучения. Первое, что нужно сделать, всегда примерно в особенности здесь. Также мы чистим от отлайеров, практически так же нормализуем с особенностями, типа, что можем делать из, опять же, компьютерное зрение известное Instagram Equalization, когда мы распределение частот именно нашего изображения, то есть какой цвет, какой грейскейл часто встречается, какой реже, мы можем его сделать более нормальным, сам оно станет более контрастным, ярким и, возможно, будет легче с ним работать в том числе в нейронной сети. И различные способы, опять же, избавиться от какого-то шума, там, заглюрить как-то изображение по Гауссу или, допустим, когда мы распознаем объект, нам не важно все остальное, чтобы оно не мешало, мы можем как-то выделить границы, найти самый большой объект, самую большую границу, убрать блэкграунд, как-то что-нибудь такое сделать. Огромное количество методов, на самом деле, с разными параметрами и подходами для разных задач, а в целом даже применяется иногда и для нейронных сетей, которые делают Крепутрибижн. Кроме того, из того, что стало очень популярно в последнее время, когда вознесли культсительные ресурсы, когда это стало более возможным, как известно, чтобы хорошо работало все, что мы рассказывали до этого, нужно, чтобы данных было достаточно много. То есть у нас один-два примера, ничего работать не будет примерно, и нам нужно, чтобы эти примеры были разнообразны, чтобы с одной стороны у нас еще должна быть часть на тестовыборку, у нас еще также должна быть на девыборках, все так же, как в обычном МММе, но в случае с изображениями очень часто пользуются агментации, потому что тут она понятна. К примеру, что мы, если распознаем имидженайт собачек, кошечек, различные объекты, созданные человеком, мы можем, допустим, их повернуть, и от этого объект не изменится. Можем ее развернуть, поворачивать на угол, обрезать как-то часть изображения и так далее, а при этом с точки зрения входа сети это может быть совершенно другой вход, совершенно другие значения пикселей и так далее, но при этом по факту объект тот же самый, поэтому мы таким образом дешево увеличиваем размер выборки. Мы не сильно улучшаем, не так сильно улучшаем, как если бы мы действительно пошли и сделали новую фотографию нужного на объекты, но оно позволяет как-то более стабильно сходиться и лучше подбирать параметры нейронности и так далее. После того, как все мы это сделали, после того, как мы все подобрали, нормализовали и так далее, мы ресайзим нужный размер, который подается на вход для нейронки, потому что у нас все-таки фиксированный входной слой, мы не можем подавать изображение произвольного размера, мы ресайзим, делаем интерполяцию и подаем уже для решения нашей задачи, которую делает эта нейронка. Если кратенько про слои, какие хаки с ними бывают, в том числе, которые применяются прям свеже-свеже в нашем 2019-2020 годы в селларах и так далее, у нас есть, естественно, свертки, бывают обратные свертки, когда мы пытаемся восстановить изображение, сгенировать и так далее, у нас есть separable convolutions, когда мы пытаемся вместо того, чтобы делать большие свертки по всем каналам, как я уже сказал, что мы обычно берем сразу все каналы в обычных, мы можем сначала сделать свертку 1.1, то есть, которая receptive field именно в плане ширины высоты по количеству пикселей единичка, но при этом она берет все каналы, сворачиваем и потом уже делаем различные фильтры. И это, на самом деле, не смотря на то, что не то же самое, что было изначально, оно позволяет решать похожие задачи, при этом с существенно меньшим числом весов. Кроме того, у нас есть различные виды пуллинга, которые мы можем подбирать, можем использовать глобальный пуллинг, который по всему, соответственно, в карте активации считается. И есть огромное количество различных факов, различные блоки, к примеру, что если мы знаем, что у нас хорошо для этой задачи, допустим, получается использовать блок из сверток 3 на 3, 5 на 5, 1 на 1, то мы можем и мы не знаем, какой из них лучше, допустим, что из этих лучше, но их комбинация хорошо работает. Можем их постоянно использовать на разных уровнях, потому что каждый из них в целом будет что-то приносить по-своему в следующий слой, в следующую, в скоромное представление. Кроме того, мы можем факторизовать, примерно так же, как я говорил, или, например, у нас большая свертка 7 на 7, мы можем условно факторизовать, на самом деле это не то же самое, в виде двух сверток 7 на 1, 1 на 7, тем самым, как бы, свернув изображение сначала по одному dimension, потом по-другому. Мы можем чаще использовать 1 на 1 свертки, опять же, как вот в depth-wise separable convolutions делается. Можем использовать residual connections, к ним относятся в том числе различные highway-слей и так далее. Про них поговорим чуть подробнее. Можем из интересного самого свежего использовать примеры для обучения именно последних слоев, которые уже непосредственно сильнее всего влияют на выход нейронной сети. Можем использовать для их обучения вход наибольшего качества. То есть обычно мы можем выделить объект, который распознаем его в плохом качестве подать заскейлив, а можем подать его в хорошем качестве и доучить допустим наши леса. Кроме того, сам этот факт того, как мы скейлим на этапе обучения, в том числе на этапе валидации или подборки гиперпараметров, он тоже влияет и его стоит делать определенным образом. И в отличие допустим от FitForward сетей, которые есть, конечно, какие-то наверное известные, но в целом в каждом случае их кто-то подбирает под свою конкретную задачу, то в случае с классификацией изображения ввиду того, что есть какие-то общие паттерны, есть огромные датасеты, переиспользование вот этих самых низковоуровневых фич и так далее, иногда даже более высоковоуровневых, если задача похожая, есть огромное количество известных выложенных неранностей, в которых разработчики со всем мира соревновываются, если вспомнить последние годы начинают там с VG, простите, RISNEXT и MobileNet это все были попытки добавить какие-то как раз residual connections, оптимизировать именно один на один с вертками размер, оптимизировать через depth и cyberable convolutions, оптимизировать глубину ширину сети в efficient net или каждых отдельных слоев, сделать более корректным с точки зрения использования вот этого самого скейлинга и так далее, и так далее. Это задача просекации. И то, что на картинке справа вы видите таймлайн, который примерно показывается на одном из самых популярных датасетов ImageNet, как у нас ростового качества. топ-1 accuracy это значит, что именно для класса, который с большим скором, если мы топ-5, это значит среди топ-5 должен оказаться тот, который на самом деле правильный. Мы смотрим топ-1, он пока что еще, казалось бы, низкий 84-85%, 86%, но при этом на самом деле, учитывая количество классов, которые там делаются, он уже давно перепрыгнул лет 5 назад за человеческий уровень, что может за счет человека. Кроме того, он делает это гораздо быстрее, чем человек. И, похоже, есть, естественно, различные бенчмарки и модели для уже детекшена, когда мы пытаемся максимально быстро найти, где именно обходится объект, и уже с этой информацией допустим решать какую-то ту или иную задачу. Хорошо, мы поговорили про один из видов нестатурированных данных, но на самом деле очень часто используем их в изображении. Давайте поговорим немножко про рекуррентные нейронные сети, а именно про сети, которые решают задачи, допустим, с текстами, с аудио и так далее. Смотрите, какие бывают задачи. Ну, на самом деле сложно работать с текстом фитфорвард нейронкой, то есть, во-первых, у нас разная длина бывает у текста, во-вторых, если мы попытаемся с вертками с ней работать. Но это, наверное, можно, но, опять же, ограничивать фиксированной длиной, то, что у нас уже нефиксированы размеры, и с верткой тоже фиксированы размеры и так далее. В случае с их монетами нейронками возможно обрабатывать в том числе длины последовательности и последовательности разного грена. с чем они работают? Ну, на вход таким подается нейронкам, как правило, слова, иногда символы, было в то свое время граммы, но самое последнее, самое актуальное, это Man Repair и Тринкодинг, то есть, это некоторое представление наших токенов, то есть, символов, букв и так далее, в виде токенов, которые переменной длины оптимально подобраны. То есть, мы понимаем, допустим, что у нас часто встречается та или иная последовательность, есть алгоритм, который подбирает, и мы начинаем выделять под ней отдельный токен. Понимаем, что вот эта вот пара токенов тоже, соответственно, чаще встречается с тем и любые другие пары и так далее. И оно наиболее эффективно в том плане, что если что-то суперчасто встречается, мы выучим для него отдельное представление векторное, если она редко встречается, мы можем его скомбинировать, представить, и в отличие если мы будем кодировать слова, в словах может быть и печатки, слова могут меняться, дополняться как-то, окончания меняться и так далее. Вместо всего этого у нас есть кусочки слов, из которых мы можем составлять целый смысл. Векторное представление в том числе. Есть дачи, связанные с видео, и в целом понятно, что это про последовательность, она тоже переменной длины, с той особенностью, что нам нужно, чтобы с ней работать, обработать каждое конкретное изображение или его диф, как оно хранится в видео, в зависимости от реализации нейронки. Это классификация, опять же, детекция объектов, кэпшенинг, это значит, мы подпись хотим сгенерировать, и на картинке справа пример, соответственно, с такой нейронкой, которая берет на ход видео, сворачивает, использует какие-то там слои, которые мы поговорим чуть дальше, и получается, соответственно, генерирует описание по словам, о чем это, соответственно, видео, типа, MNStalking, что мужчина говорит про что-то. Кроме того, есть аудио, задача, тоже понятно, что это последовательность, хотя чаще, на последнее время, она решается с помощью спектрограмм и сверточных сетей. Можем преобразовывать одно в другое, текст в видео, текст в картинке, текст в аудио, и наоборот, то есть работая с последовательностью вида секс-ту-сек. Бывают другие виды последовательности, там, финансовые, всякие последовательности кликов, мы можем пытаться предсказывать, что дальше произойдет, классифицировать и так далее. Какая-то общая формула, наверное, выглядит в рекламных сетях, по крайней мере, более-менее общепринято следующим образом, что у нас есть некоторый вход x на шаге t, то есть у нас в последовательности есть шаги t, t-1, предыдущий шаг, на котором у нас задан всегда существует некоторый hidden слой, контекст, который описывает некоторые накопленные информации о том, что мы уже обработали, что мы уже почитали наши нейроны. И есть некоторые преобразования, естественно, использующие вот эти вот два входа. таким образом мы можем менять контекст. Иногда это сразу же как бы выход, то есть мы можем мысленно представить, что это конкатенация двух частей, часть сохраняется, часть создается на выход и так далее. В случае, так называемого never-n, то есть одно из первых ever-n и классического подхода, мы можем просто опять же использовать домножение матрицы, такой словно dense слой, о котором я уже говорил, в котором мы преобразуем как-то линейный вход, который нам подал контекст линейно, плюс мы используем tangents для того, чтобы какое-то линейное преобразование получить. И после этого уже естественно получаем yt, это выход, который можем использовать допустим для генерации текста, captioning и так далее. Один из таких простых достаточно вариантов, который тем не менее часто используется, это gru. Следующий вариант, когда мы уже вот эту функцию f представляем чуть более сложно. Не буду расписывать подробно, но смысл в том, что у нас есть некоторое преобразование опять же над входом, что мы запоминаем, что мы сохраняем, не сохраняем. Сигмоиды мы используем для того, чтобы определить, что мы сохраняем, что мы задираем, поскольку она от 0 до 1. Tangents мы используем, чтобы как-то непосредственно преобразовать наш ход, комбинируем, что-то сохраняем, что-то умеряем из контекста, что-то из текущего входа, объединяем, отправляем дальше. Произведение домары, вы знаете, это, естественно, полиментное произведение между двумя матрицами и рифтами. Чуть более свежий, хотя тоже, на самом деле, давно уже известный, уже немножко старый подход, который, тем не менее, используется по сей день вместе с GRU, это LSTM, Long Short Term Memory, который, в отличие от Vanilla RNN, уже гораздо лучше работает именно с градиентами. То есть, если в предыдущем варианте у нас был Tangents, через Tangents нужно его прикинуть в предыдущий контекст, в предыдущий контекст как-то тоже через Tangents и так далее, и у нас достаточно могли сильно меняться градиенты по Chain Rule, там, взрываться или тесно затухать, то здесь у нас, к примеру, вы видите сверху уже есть выделенная часть контекста C, которая непосредственно может быть напрямую прогринута от самого последнего состояния до самого первого без единого перемножения, в том плане, что мы Fargate Unit так называемый F используем, чтобы, допустим, взять все как единичку, то есть просто взять, как она есть. Соответственно, Gate Unit мы используем, чтобы ни схода ничего не использовать, нолик, допустим, сюда ничего прокидывать не надо, здесь это нам не важно, вот мы по контексту идем, и просто у нас по сути сложения происходят, которые и до того, что это активное преобразование, не мультипликативное, реже гораздо происходят какие-то проблемы с Gate Unit. и вот мы знаем, как выглядит примерно один такой юнит, то есть как он может передавать, допустим, из текущего входа и контекста куда-то дальше в следующий контекст. Можно из этого комбинировать, и в самую левую часть видим, как выглядит классическая лиранка FitForward или CNN, что мы просто последовательно передаем один раз, по сути, наши входные данные целиком, до конца получая ответ. Мы можем также в случае с рекомендаторами лиранками делать хитрее, мы можем из какого-то одного, допустим, хода получать сразу много ответов, то есть генерировать текст. Если мы допустим красный у нас блок это сверточная лиранка, она какую-то информацию получила изображение и мы потом пытаемся описать его. Мы сгенерируем первое слово или первое БПЕ, второе, третье и так далее и получим текст до сих пор, пока не наступит условие окончания, мы не выйдем из отменеванки. В слове окончания обычно предсказание некоторого выделенного условного слова. Можем наоборот делать, можем из текста сгенерировать некоторое описание или картинку или что угодно, можем все, кто всех делает, допустим, машинный перевод или преобразование какое-то, преобразование речи, преобразование текста и так далее. too many это когда мы хотим, допустим, проаннотировать какие-то слова текста, подсветить их как-то, какое у них часть речи, является ли это name entity и так далее. если посмотреть еще раз более внимательно на то, как мы, допустим, делаем машинный translation, то есть задача sequence to sequence, у нас есть некоторые веса, которые фиксированы, то есть мы передаем вход плюс контекст, который изначально как-то задан, инициализирован, мы его прокидываем дальше, получаем новый контекст и переиспользуем те же самые веса, которые использовали до этого. И тем самым наш апдейт весов, он состоит из апдейтов градиентов на каждом из этих этапов. Также оно, соответственно, продолжается, допустим, когда мы используем веса для генерации. Итого, какие хотелось бы сделать заметки по рекомендатору неравности. Во-первых, про дитильные операции, как я уже говорил, что они позволяют нам избежать исчезновения градиентов, на самом деле и взрыва тоже, хотя от него помогает в том числе хорошо клиппинг. Вот это изначальное состояние контекст мы можем не просто сделать нулем или случайно цилизировать, мы можем использовать просто как веса, то есть просто прокинуть градиент туда и обучать. И тем самым найти какое-то оптимальное состояние, которое подходит под наш датасет, под нашу задачу. Кроме того, допустим, если мы занимаемся задачами, связанными с каким-то преобразованием текста, допустим, стиль хотим подменять текст на нас, одного на другой, мы используем одни и те же слова, то есть на наш ход по сути подается то же самое множество, что может быть на выходе. И вот эти преобразования из слова или там из BPE в мидинг, то есть в некоторых векторных представлений, оно можно использовать опять же одну и ту же матрицу, лучше использовать там, где это можно делать. Кроме того, как я уже говорил, в целом можно так же, как и другие нейронные сети делать один слой поверх другого, то есть передавать контекст дальше как вход, плюс использовать его собственные новый контекст и так далее. И в какой-то момент это был State of the Art в языковых моделях ELMA, допустим, с тема особенностей, что мы еще могли переиспользовать, как-то конкатинировать вот эти состояния с разных уровней, тем самым получая как бы одновременно высокое уровневое и низкое уровнее представление сразу. И потом уже классикацию запустим, вызывать или что-нибудь еще. Кроме того, как я уже говорил, можно использовать разные нейронные сети или там алгоритмы другие, которые позволяют нам преобразовать в удобный для нашей рекоменда сети вход. То есть там не сразу же обрабатывать видео по пикселям или RNN-кой, а сначала свернуть их с помощью сверточных сетей, получить какой-то вектор и уже с ним уже работать в RNN. Кроме того, есть такая вещь, как midirection RNN, когда мы, соответственно, условно, у нас появляется еще один дубликат, что мы начинаем обратно распространять по словам, то есть мы начинаем использовать вход, который был до этого, до этого и так далее, то есть идем назад по входу, при этом тоже меняя некоторым образом контекст. Очень интересная статья есть про LSTM и вообще рекомендаторные нейронки в контексте того, что сейчас происходит в мире LPS-трансформерами, всем советую почитать. Естественно, еще из интересных вещей, вот, придумали люди там GRU, придумали LSTM, оно хорошо работает, у него есть какие-то объяснения, доказательства, но почему нельзя лучше, то есть, почему нельзя сделать какой-то более общий арситут, который будет хорошо работать. На самом деле, пока что я не слышу, чтобы придумали прям новую универсальную, но под какие-то конкретные задачи, к примеру, умели генерировать с помощью Neural Architecture Search, то есть, с помощью именно методов, которые генерируют архитектуру, то есть, которые пытаются подобрать не параметры сети, а именно ее архитектуру. Например, в CERAL в 2017 году находили вот такую штуку для языкового моделирования, то есть, достаточно общая задача. Кроме того, последние несколько лет очень популярно, особенно в НЛП, то есть, я говорил про RNN в контексте правила текста все-таки. Достаточно часто можно видеть и в SOTO, и в том, что как люди где-либо меняют, для решения тех же самых задач, которые раньше применяли LSTM, игру и так далее, ATTENTION и TANSFORM. Что это такое? Я расскажу совсем кратко. ATTENTION это механизм, который позволяет соответственно взвешивать наш вход. Все очень грубо, то есть, мы с помощью каких-то внешних данных, внутреннего состояния сети, входа и так далее, по-разному можем построить некоторую матрицу, которая нам скажет, какой вес больше важен, какой меньше важен, и потом мы можем этом матрице визуализировать, как здесь сделано в Computer Vision и посмотреть, на что обращает внимание Yonka в процессе естественной классификации, допустим. То есть, на красном подсвечены те области, которые Yonka считал важны. Так выглядит трансформер архитектура из статив, которые сказали, что на самом деле ATTENTION достаточно вне зависимости других механизмов, чтобы обучать достаточно хорошую архитектуру для NLP или для других задач. Что здесь мы видим? Мы видим некоторое преобразование над входом, то есть мы опять же кодируем как-то, наше, допустим, представление, это, как правило, BPE-шки. Дальше мы закладываем некоторую информацию про то, где именно находилось тот или иной текен, там слово или не, конечно. И у нас дальше хитрое преобразование, какие-то блоки, видно, тут multi-hat attention, fit forward слои, нормализация и так далее. На самом деле здесь сайт есть encoder и decoder, каждый из которых использует так называемый multi-hat attention. этот multi-hat attention это та вещь, которая поменял просто вера на LP, которая состоит из нескольких преобразований над входными данными self-hat attention, как правило, в которых мы получаем вот эти самые матрицы внимания различными способами, потом их комбинируем и тем самым учитываем сразу же весь вход, который нам подали, чтобы понять, какую часть информации из вот этих эмбеддингов, которые были в начале в самых первых слайдх использовать. Не буду остановиться подробно на том, что здесь происходит, потому что, насколько я понимаю, N вам еще про все это расскажет. Где применяется NOS-WODGE? Ну, на самом деле, как я уже сказал, во всех задачах NLP, кроме того, его можно применять как сам механизм отдельной attention практически везде в том, что уже обсуждалось. И модели, которые получаются на самом деле одни из самых больших, как минимум, потому что они слабо переобучаются, им можно кормить огромный вход, и они будут продолжать улучшаться. За счет этого стали растить модельки на основе трансформеров, которые комбинируют эти сам трансформеры, допустим, GPT, это языковая модель, когда мы пытаемся подсказать следующий токинг, следующие слова и так далее, исходя из предыдущих, и делать это очень хорошо на огромных массивах данных, позволяем им трансформеры. Если сравнить с они очень действительно тяжелые, то есть банально, там только большое количество параметров, которые не влезут ни в одну оперативную память персонального компьютера, если мы говорим про последнюю модель. Кроме того, что уже говорил, редко встречается инфитинг в таких трансформерах, и есть некоторая оптимизация, чтобы он работал хорошо для длинных последовательностей, потому что в общем случае у него квадратичная четвертая степень зависимости от естественного входа по числу естественных преобразований. И есть естественно какие-то архитектуры типа трансформер Excel, когда мы делаем skip connection пропуски делаем в нашем входе или реформер, когда мы похитом представляем матрицу attention, когда соответственно эти длинные последствия проще дешевле обрабатывать. если посмотреть на то насколько хорошо получалось допустим делать language modeling или последняя самая статья электро, которая улучшила именно обучение таких моделей, то тут видно, что она outperform достаточно сильно, то есть 5% на самом базовом уровне в сравнении с предыдущими вариантами, то что получается в 2020 рассказывали, что здесь происходит, до этого в модельках пытались предсказывать, были разные варианты следующего предложения, из текущего предложения пытались понять правда ли, что это предложение шло следующим по тексту, и так называемый mask language models, когда мы наш вход, наше предложение выкидывали часть стакемов, часть слов допустим, и пытались предсказать, а что там было за слово. В данном случае здесь началась немножко другая задача, там пытались понять, что мы заменили слово на похожее, понять, что какое слово мы из этих заменили. С одной стороны задача более сложная, с другой стороны, как мы видим, оно в итоге позволяет лучше обучаться для похожих моделей. это в целом то, что я хотел рассказать вам в первой лекции. Спасибо за внимание, буду рад ответить на ваш вопрос. Возможно, я не слышу, потому что никто не включил микроходы, потому что у меня звука нету, вроде звук был. Алло, меня слышно? Слышу какой-то звук. Алло, вы меня слышите? Да, слышу. Можете пояснить, пожалуйста, зачем нужно свертки один на один? То есть какой в них смысл? Смысл в том, что если у нас допустим много каналов, то есть смотрите, если мы вернемся естественно на CNN архитектуру, допустим у нас много каналов, там не на первом, на втором, на каком-нибудь из особенно глубоких слоев, у нас их становится много. У нас получается число параметров растет линейно в зависимости от, то есть на каждую свертку числа параметров линейно растет в зависимости от числа вот этих фичамап. При этом утверждается, что на самом деле можно всю эту информацию свернуть, не потеряв сильно, то есть мы по-разному посмотрели изображение, применили разные фильтры, но мы можем это сложить в какую-то одноматрицу, которая все равно будет потом достаточно полезна, чтобы из нее можно было опять же несколько раз сворачивать следующие слои. И это работает. хорошо, Извините, можете, пожалуйста, повторить вопрос? Почему мы воздаем взятие на тангенсе? Почему там же не сигмоиды? Там есть 2 мая, а гейтерки, взяты сигмоида, а... А, я понял. В LSTM почему в том месте стоит на одном из гейтов тангенс, а не сигмоида? Да. Да, хороший вопрос, на самом деле, смотрите, здесь получается, что мы применяем сигмоиду в тех местах, где нам нужен выход от нуля до единицы, то есть там, где мы хотим, допустим, взять от предыдущего вектора, что-то там уменьшить по весу, там, ближе к нулю, сделать что-то оставить, то есть что-то близко к единице, то есть домножить на вот это число. А там тангенс, это просто преобразование над ходом. То есть это просто какое-то изменение? Да, тангенс на самом деле можно заменить на сигмоиду в целом, но он хорош тем, что у него, естественно, не сильно возрастает среднее значение, потому что у сигмоиды среднее получается там будет 0,5, у тангенса 0. И поэтому более маленькие значения получается, меньше градиента, лучше сходится и так далее. А в сигмоиды приходится, чтобы как раз использовать их как такой регулировщик, что забыть, а что оставить. Меня слышно? Чем отличается EfficientNet от EfficientNetFix? EfficientNet от EfficientNetFix отличается тем, как мы скейлим соответственно на обучении. Сейчас его как-то кропаем. Допустим, там, где находится объект, мы знаем, где он находится, в центре, еще где-нибудь, мы его кропаем. И можем кропать, допустим, сильно, то есть получать изображение плохого качества, можем кропать не сильно, то есть примерно объект останется маленьким. и может быть маленьким. И соответственно на применении мы обычно кропаем не сильно, то есть мы оставляем как можно больше информации, чтобы найти объект, где бы он ни был. Но на обучении почему-то кропали сильно. Была такая традиция, условно говоря. И это пофиксили, и оно стало работать лучше. Но там есть еще какие-то оптимизации уровня в процессе обучения что-то подобрали, параметры, но в целом это основное было. Еще вопрос, чем Relu отличается от Relu6? Relu6 ограничен шестью, то есть там обычно мы используем просто x в положительной части, а тут x еще крупно это до шести. Он используется в каких-то ганах, не помню. Спасибо. Есть вопрос, слышно? Да. вот это изображение, которое с где нейронки подсвечены красным, где было больше внимания, это с какой-то статьи было взято? Да, с какой-то статьи было взято. Я закину, постараюсь источники, к сожалению, не успел затачить их. В целом, на самом деле, там не совсем оно так выглядело, то есть это тот пример, который в процессе получался у создателей статьи, но не тот, который финально у них работал. В целом, они сравнивались с разными видами attention, свой с чужим. А коды визуализации, может быть, там можно посмотреть где-нибудь, что-то подобное? На самом деле, визуализации подобных штук, они гуглятся, их достаточно много, это не то, чтобы редкая вещь какая-то, потому что, но это достаточно интересно посмотреть, многие авторы пользуются этим механизмом, то есть там, где используют attention в Computer Vision, они в основном уже практически всегда визуализируют. Ладно. Inception Blocks, еще у меня был вопрос о том, что означает? Inception, это была архитектура, предложенная Google-ом, дай бог помойте, 2011, там, по-моему. Смысл был в том, что... Пропустили там дальше. Да, вот здесь написано Inception Like Blocks, то есть, смотрите, вот мы каждый раз, когда мы проектируем геронка, получается, допустим, следующий слой, мы должны выбрать, какой гидро свертки, то есть там 3 на 3, 5 на 5, или даже 1 на 1, или 7 на 7, вот, мы не знаем, какой оптимальный для какой задачи, вот, и там, для каких данных, для каких параметров обучения. Google решили задачу это элегантно, они сказали, хорошо, давайте возьмем все виды сразу, преобразуем их потом в нормальный, ну, в одинаковый размер, сконкатинируем и отправим дальше. И вот этот блок, в котором мы делаем свертку сразу 1 на 1, потом 3 на 3, потом 5 на 5, у нас получается разные размеры, мы их потом выравниваем другими свертками, и получается в итоге как бы одна большая набора вот таких вот маппин, фича мап, которые мы потом подаем дальше. Тем самым, что если сети будет выгоднее использовать 3 на 3, она будет использовать 3 на 3, если 5 на 5, она будет использовать 5 на 5, то есть то, которое неудобнее. Спасибо. Алло, алло, меня слышно, да? Да. Можете пояснить, почему в архитектуре RunN и LSTM в качестве функции активации используется седьмой дитангенса, а не рилу? Седьмой дитангенса, а не рилу. На самом деле, рилу тогда практически никто не использовал, когда это придумали в девяносто седьмом. Можно ли их использовать сейчас? Во-первых, скорее всего, из-за того, что это LSTM, то есть, опять же, это рекуррентная штука, тут исчезает ограничение на размер, соответственно, максимальное значение, которое там. То есть, это не то, что изначально было, но, условно говоря, когда мы домножали на что-то, на ряды единицы, у нас меньше рос размер чисел, порядок чисел в контексте, меньше рос ли они здесь и так далее. Соответственно, если мы будем использовать рилу в настолько глубоких цепочках, обычно используются для глубоких цепочек LSTM длинных, то у нас чаще будут возникать вот эти ваниши ингредиенты, экспорти ингредиенты и так далее. Хорошо, спасибо. Алло, здравствуйте, меня слышно? Да, здравствуйте. Спасибо большое за презентацию. Вот такой вопрос возникает. Расскажите, пожалуйста, подробнее про механизм внимания и, в частности, multi-head attention и почему же он такую революцию произвел. На самом деле, мне не хватит немножко слайдов, чтобы прям подробно расписать. Смысл в том, что мы можем наш вход, ну, какой-то вектор, преобразовать несколько раз, получить так называемую матрицу query, key и value. И это, ну, это первая часть, то, что мы вам скажем. Именно вот это вот self-attention. И мы можем использовать, допустим, нам нужно понять у всего входа, какую часть с какого токена использовать. Вот, допустим, у нас есть предложение и мы хотим понять, какую часть вектора первого слова мы хотим использовать. Первое слово, допустим, про город какой-нибудь или про действие, которое совершает человек, автор, персонаж, которым в тексте рассказывается. Допустим, этот персонаж совершает действие, мы хотим понять, какое действие, но нам, допустим, не важно, там, не знаю, какие-то одни особенности, какие-то одни части этого вектора, Важно, допустим, кому она направлена, или там места имения, допустим, которые к кому относятся. То есть, к примеру, хочется понять, над кем совершается действие. Соответственно, нам нужно посмотреть на одно слово, на второе слово, сгенерировать query QValue, query QValue. И мы, когда перемножим в multi-head attention query на key, то есть посмотрим на одно слово, насколько оно совпадает по тому, что, ну, к примеру, вот это местоимение, оно должно применяться к чему-то. Мы вытаскиваем вот это вот query, какое-то преобразование над embedding, перемножаем с key, и получается, что у нас для вот этого слова, вот этого пары, будет большое число важности. Вот эта пара важна в таких-то элементах этого самого вектора. И вот эти элементы вектора, которые мы получаем через третью матрицу value, то есть мы преобразовали вектор в какую-то value, мы это value потом перемножили с произведением query на key, там еще плюс, соответственно, нелинейность, и вытащили как бы нужную часть информации, которая относится к этой паре. И так сделали для всех пар, условно говоря, того, что у нас подвали на вход, и вытащили того, что именно взаимодействия какие-то между входом. Именно вот это вот как бы взаимодействие, то, что мы не в одну сторону идем, смотрим, как в обычном LSTM, и даже не как то, что мы в две стороны идем в bidirection, потому что и там, и там у нас все равно есть какой-то очень ограниченный контекст, в котором мы сходяем, и мы заранее не знаем, что нам на каком этапе понадобится. То есть нам сложно уместить это в какой-то вектор. Если мы слишком большой будем, то она будет долго учиться, плохо сходиться, нужно много данных и так далее. А здесь мы напрямую явно берем вот эти пары, лидируем, что может быть интересно для этого слова среди других слов, смотрим, что в этих словах есть для него интересного, берем, преобразуем как-то имбеддинг, сохраняем это, складываем и идем дальше. В общем, в этой части постараюсь больше рассказать про какие-то больше общие вещи, связанные со всеми видами нейронок, какие-то интересные тренды, какие-то суперосаданные нейронки, которые там разрабатываются сейчас, и что, в общем, такое более трендовое интересное. Другой стороны, иногда более грустное, потому что не все так легко и не все так просто, как может показаться, если посмотреть иногда на те основы, с которых мы шли вот все эти годы, те успехи, которые появились в глубоком обучении. Итак, во-первых, начнем с тоже важной теоретической вещи, касающейся не только на самом деле дипленинга, но и в целом машинного обучения, статистического обучения, это bias-верис следов, поговорим про него, про регулизацию, что это такое и зачем и как. Дальше мы поговорим про оптимизаторы, то есть я уже рассказал про DGD, про градиентный спуск, но на самом деле оптимизеров гораздо больше. Также нет серебряной лентпули, то есть нет единого оптимизера, который бы хорошо все это делал, который бы быстро находил глобальный минимум, допустим, не требовал какой-то жесткой тюнинг, диприкараметры и так далее. Потом мы поговорим про мультитаскинг, связанный с этим задачи, про сжатие нейронок, ускорение и различные такие интересные другие темы. Итак, то, с чем, наверное, сталкивается, наверное, любой машин-дрендер, это bias-верис следов. О чем речь? Когда мы пытаемся обучить наш, допустим, классификатор, в целом это неважно, какую мы задачу решаем, регрессию, классификацию и так далее, у нас есть вариант либо недообучиться, когда мы, соответственно, будем сильно ошибаться в определенных случаях. То есть, к примеру, мы смотрим на картинку слева, когда у нас много примеров, которые должны быть, допустим, крестики должны быть выше, вот этой гиперплоскости, они оказываются ниже и наоборот, когда вот есть пример, который выбился сверху. Есть оптимальный, наверное, какой-то режим, когда, несмотря на то, что есть какие-то примеры, которые в итоге классификации неправильно, это возникает, примеры, скорее из-за шума и особенностей самой природы данных, а не из-за того, что сформулированная нами выведенная дронка, функция, ошибается, что она что-то неправильно вывела. Скорее всего, она сделала все хорошо. И наоборот, вариант, когда у нас графизм, когда мы очень точно описали все наши данные, но за счет того, что мы это сделали, мы, соответственно, потеряли в надежности, что мы обучились на шум и так далее. Как это формулируется? Есть доказательства для, соответственно, гейнерегрессии, для MSE, мин-squared-error, но в целом оно распространяется похожим образом на другие виды функций, а функции другие, диосы и так далее. Смотрите, мы, допустим, оптимизировали тот самый MSE, у нас слева написано Y минус наша функция, наша нейронка, допустим, или другой-другой ML. От входа мы смотрим, чтобы квадрат от разницы был как можно меньше. Хотим, чтобы матожидание вот этого квадрата было как можно меньше. И, на самом деле, что мы можем разложить это матожидание на таких три составляющих. Начну с права, что это неустранимый шум, то есть некоторая жизнь, с которой нужно слилиться, что у нас неточные измерения, что у нас бывают отклонения по формулировке задачи сами по себе, что подразумевает формулировка задачи такие отклонения, ошибки, что там, например, оказывается, не там, где он должен быть. И так далее. Кроме того, у нас есть две вот таких интересных части bias и variance, а именно, что у нас есть именно непосредственная разница между тем, что вы предсказали, и fx, то есть fx в данном случае примерно то же самое, что Игорь, как игорь, или это конкретное наблюдение. И fx, он, соответственно, как-то отличается. Чем больше он отличается в среднем, тем мы, как бы, с одной стороны, хуже обучились, может, недообучились. С другой стороны, у нас есть variance, который, ну, как типичный variance, раскладывается на квадрат, на мотождение квадрата минус квадрат мотождение. Мотождение квадрата минус квадрат мотождение. Здесь неправильно записано немножко с формулой. Здесь квадрат мотождение. E-variance, он говорит о том, что мы чувствительны к шуму, который есть в цельных измерениях данных, в том, как они распределены и так далее, что у нас есть некоторое распределение все равно, в генеральной совокупности наших данных, и что нам могут попадаться нетипичные примеры, и мы можем на них обучиться. В свою очередь, bias – это как раз говорит о том, насколько мы просто ошибаемся. Это under-sitting. То есть, когда мы на тренировочной выборке пытаемся построить модель, которую этот тренировочный выбор хорошо описывает, мы как бы устраняем bias, но при этом растим variance. Если мы занимаемся тем, что делаем слишком простую модель, то variance уменьшается, потому что модель становится менее чувствительна к именно шуму, который приходит из распределения, из покорячности измерений и так далее. Но у нас, естественно, растет bias. И вот где-то optimum, он посередине. То есть, как уже показывал на картинке выше, соответственно, high bias, high variance, optimum. Чтобы достичь, уметь регулировать вот это положение нашей нейронки, что где она находится, она недооплючилась, переоплючилась, мы, с одной стороны, можем усложнять нейронку, увеличивать число слоев, число нейронов в слое. Можем как-то еще, наверное, добавлять какие-то особенные, там, residual connection и прочее. Что-то делать более сложное с самой архитектурой, чтобы у нее ее вычислительная мощность в каком-то плане. То есть, что она может описать, насколько сложная функция, чтобы она росла. Понятно, что если у нас там один слой, мы мало что можем описать, что если много, мы можем более сложную функцию описать. Но при этом не факт, что она сойдется. Мы увеличим эту сложность. С одной стороны, нам нужен второй инструмент, чтобы, соответственно, вот в этой шкале регулироваться, где мы находимся в андерфитинге или оверфитинге. Чтобы, соответственно, на отложенной выборке, там, где мы не тренировочные примеры, а там, где примеры, которые настоящие, которые мы потом будем использовать, где модель, которые мы хотим оценить, насколько хорошо она будет работать на них, мы хотим, чтобы она на них хорошо работала. Соответственно, чтобы на этих примерах дальше проверить и убедиться, что у нас все станет хорошо, а не на тренировочной выборке. У нас есть ошибка, соответственно, стандартная какая-нибудь лосс на наших данных, на нашей модели ED, AW. Это смысл в том, что у нас как-то задан, допустим, датасет, и мы регулируем параметры W. И у нас есть ошибка от самих параметров. То есть мы попытаемся некоторым образом ограничить то, какими параметрами могут быть. Тем самым мы, с одной стороны, ухудшаем модель, то есть мы по-прежнему оставляем ее сложной, многослойной и так далее. С другой стороны, она уже может принимать не любые варианты, она может не любые веса стать, потому что ей это будет невыгодно. И чем больше лямбда, который стоит здесь, тем больше будет это невыгодно. И есть какой-то классический полиномиальный подход, как мы можем это делать, который давно известен всем, используется. Это 1 или 2 и так далее, полиномиальные регрессии, в которых, на самом деле, можно использовать дробные какие-то, корни регулировать. Которые позволяют нам, как минимум, ограничить размер весов. Это всегда хорошо, на самом деле, потому что, с одной стороны, мы модель сделали ей сложнее переобучиться, то есть ей становится сложнее полностью подстроиться под все наши данные под шум. Поскольку она не может полностью подстроиться под все наши данные под шум, то есть у нее вырастает bias, но уменьшается варенция. То есть на, естественно, на тренировочной выборке bias может уменьшиться, но на тестовой bias может увеличиться, но на тестовой bias может уменьшиться, потому что у вас выросла вообще тем неспособность обучающая. Есть такие варианты, самые базовые. В целом, они часто применяются, почти всегда на моей практике, их хорошо используют, кроме случаев, когда я скажу потом. Из интересных особенностей, к примеру, как выбрать из этих L2 или L1, допустим, которые часто используются. Если посмотреть на синие линии, которые описывают уровни нашей функции ошибки, что у нас есть, условно, где-то локальный минимум, может, глобальный. И мы, вместо того, чтобы взять веса, подходящие для этого локального минимума, мы возьмем другие веса, потому что они ближе к центру координат, то есть, потому что мы регулировались по L2-норме, потому что модели выгодно, чтобы ошибка, иначе были слишком большие ошибки, и невыгодно она начинает спускаться сюда благодаря регулизации. Ну и какие-то веса получаются, как бы все соответствует, все хорошо. С другой стороны, можно использовать L1, в котором происходит нечто похожее, с той разницей, что часть весов, то есть какие-то одни из координат, к примеру, а координаты V2 у нас останется, а какие-то координаты, допустим, V1, она получается занулится. И в этом случае у нас регулизация может срабатывать как такой способ, соответственно, найти мини-нужные веса, мини-нужные нейроны, и так далее. Некоторые пытаются интерпретировать это как важность фичи или нейронов, но на самом деле делать это, как правило, не стоит. Есть еще способы для регулизации. То, что я уже упоминал, дропаут. Я думаю, те, кто работал с нейронами, знают, но он чаще применяется именно для глубоких нейронок. Это, на самом деле, такой неочевидный, но интересный способ, когда мы можем во время обучения использовать для подчетов следующих нейронов следующих слоев не все нейроны предыдущего слоя, а какую-то часть из них, допустим, половину. В какой-то момент я видел статью, в котором описывалось, почему именно 05 и около того оптимальное значение. Здесь не привел, но, может быть, еще скину, добавлю в презентацию, когда она выложится на GitHub. Смысл в том, что благодаря такому подходу мы выкидываем часть весов, мы можем гарантировать, что наше качество зависит там не от одного, а от двух нейронов, которые всегда включены, которые всегда используются, а что в какой-то момент мы их можем выключить, но нейронная сеть должна будет все равно пытаться ответить правильно. Естественно, она будет пытаться распределить знания о том, что ей нужно для правильной классификации регрессии и так далее, среди всех нейронов этого предыдущего слоя, которые мы пытаемся выключать. В целом, почти никогда не бывает лишней идеи добавить дропа в свою нейронку. Иногда нужно играть в параметры, потому что 05 – это достаточно сильная нейронизация, то есть мы именно обобщающую способность, мощность нашей нейронки уменьшаем сильно. Иногда можно стоит поменьше сделать, но в целом. Но опять, достаточно хороший базлайн. Match-нормализация. Тут на самом деле есть много вариантов, как не бачу другие нормализации, чуть подробнее потом рассмотрим. В чем смысл? Как я уже рассказывал в предыдущей лекции, соответственно, выгодно для сходимости нашей нейронки, чтобы входные данные были распределены универитем гауссием, типа что у нас более-менее около 0 от средней находится, одинаковая дисперсия и так далее. Но ввиду того, что мы можем проконтролировать, допустим, входные данные, то есть как-то преобразовать датасет, но мы плохо контролировали раньше, что происходит в глубоких сетях. Благодаря тому, что там что-то происходило с входными данными, они расходились, начиналось, у них среднее большое появилось, какое-то маленькое, дисперсия разная и так далее. Сходимость падает, потому что в каких-то весах мы, опять же, перескакиваем через оптимум, в каких-то нить слишком медленно к ним идем. И получается так, что если попробовать нормализовать с самого начала, то, что пришло из выхода, допустим, активации, иногда перед активацией ставят, но тут есть разные на самом деле доказательства, как шло лучше. Если мы нормализуем это, то есть мы посчитаем честно на нашем бадче данных, на котором мы считаем градиент, то есть там, условно, взяли 100 примеров, посчитали там следующие слои, считаем backpropagation, и мы, когда считаем следующий слой, мы, соответственно, можем вычесть, посмотреть на средний выход, вычесть его, посмотреть на дисперсию, ну там, плюс эфси, чтобы не было проблем с нулем или около нулем изначениями, особенно потому что мы в квадрат возводим, нормализовали, и после этого мы обратно восстановили в некоторое нужное нам распределение. Она не обязательно на самом деле бывает в некоторых случаях нужна, чтобы она была не около 0,1, а больше, чтобы там лучше восстановить нужные для нейронки функции, поэтому еще домножаем на некоторые известные, заданные нам нужные параметры гамма и бета. И поскольку мы сами контролируем вот таким слоем эти параметры, то есть мы их подбираем в процессе обучения, мы можем для следующего слоя более-менее гарантировать, что его входной или данные будут распределены всегда вот с такими средними дисперсиями. Он может на это рассчитывать и благодаря этому стабильнее подбирать слои веса. Он знает, что у него не будет проблемы с тем, что что-то изменилось, ему нужно резко веса свои менять, потому что предыдущие слои поменялись. И это же копится с ростом глубины слоев, поэтому это становится особенно важным для глубоких нейронок. В целом понятно, что есть такое batch normalization, какие проблемы. Ну, во-первых, чтобы набрать такую статистику, чтобы понять, какая средняя дисперсия, нам нужно, чтобы размер batchа был достаточно адекватным. Что если у нас достаточно шумная самовыборка, у нас может быть, не знаю, большая дисперсия, соответственно, выборки может не хватить, размером batch size, вот этого не хотите, чтобы все корректно считать, и у нас все равно будет какие-то пертурбации. Если говорить еще про проблемы, он почему редко применяется, допустим, в каких-нибудь верненках, потому что его нужно, получается, на каждый batch, который приходит, то есть, к примеру, у нас верненки одни и те же веса используются повторно, потому что пришел вход в новый контекст, посчитали, вылучился новый контекст, снова посчитали вход в новый контекст, для каждого такой вот пары нам нужно заново считать, что изменилось, и для длительных последовательств, естественно, это может быть не очень удобно. Кроме того, на самом деле, последние годы появились, кроме batch нормализации, самые разные виды нормализации. В данном случае здесь осматриваются примеры, видите, здесь CNHV. HV означает height width, размер изображения, мы сложили, условно говоря, представили, чтобы четырехмерный куб не рисовать, в виде вектора. И C это channels, соответственно, вот эти каналы, там, входные сначала три, потом их там становится большой канал, свеча-мапы в сверточной сети, и так далее. Это количество примеров в batch. То есть мы видим, что batch norm, это когда мы взяли, условно, один канал, взяли все изображение, то есть весь, как бы, вход текущий, и нормализовали. Есть другие варианты, которые в некоторых случаях работают лучше. К примеру, когда мы возьмем какой-то конкретный, допустим, пример, все его каналы и полностью изображение, это будет layer-man. Это с нормой, когда мы, соответственно, для этого примера возьмем конкретный канал для всего изображения. И так далее, мы можем какие-то промежуточные варианты, на самом деле, находить. В каких-то случаях она работает хорошо, как раз, чтобы решить проблему, с тем, что у нас не хватает, допустим, размера выборки, чтобы нормализовать ее сразу всю. То есть если у нас здесь большая разница в примерах, то мы, попытавшись их усреднить, можем сильно сместить в какую-то сторону. И, соответственно, то же самое бывает, наверное, с layer-norm, относительно групп-норм или instance-норм, когда у нас там каналы сильно отличаются, и бывает иногда выгоднее нормировать их отдельно. Что, вы поговорили про регулизацию, про то, что на самом деле это помогает не переобучаться, что это улучшает на тест-секте, есть способы регулировать сложность модели и так далее. Сейчас мы поговорим, попробуем про оптимизаторы, про то, что это такое, про то, что было после Адама. То есть, условно говоря, если какой-то стоит узор, который все используют, наверное, есть Адам, действительно, который все используют, но это не серебряная пуль, и поэтому приходится постоянно что-то людям улучшать, как-то исследовать это направление, мы про это поговорим. Он действительно один из лучших в плане того, что его многие используют и получают хорошие результаты, без какой-то долгой подбора гиперпараметров, которые обычно либо улетенят времени на это, либо при учете размера данных это действительно очень долго подбирать еще гиперпараметры на learning rate, даже если там используют какие-то юристики. Как он выглядит? Ну, вот смотрите, мы в SGD считали, соответственно, просто градиент, то есть мы ходили вдоль направления уменьшения нашей функции ошибки вплоть до локального линия. Известно, что если использовать вторые производные ее приближения, можно использовать условно-квази-ньютоновские методы, которые понимают, с какой скоростью нужно нам сходиться, какой шаг делать вдоль направления градиента. Если у нас большой градиент, большая вторая производная, мы, естественно, можем взять поменьше, наоборот. Чтобы не проскочить. Что здесь используется? Здесь помимо G в деградиент и G в квадрате, соответственно, вторая часть, ну, производная вторая порядка, мы можем, во-первых, их сгладить, то есть мы можем использовать moving average по предыдущему значению, то есть условно было на какой-то на шаге T, и на предыдущем значении уже было какое-то посчитанное значение вот с этого скользящего свинья, и просто его линейной криминации сглаживают. Это типичная экспоненциальность сглаживания. Точно такое же экспоненциальное сглаживание здесь есть. β1 и β2 это параметры, гиперпараметры, которых у нас получается три. То есть learning rate, β1, β2. β1, β2. Естественно, есть еще проблема с тем, что когда мы считаем такие экспоненциальные скользящие свиньи, мы на самом деле смещаемся в сторону прошлых градиентов в плане амплитуды и в плане направления. В плане амплитуды мы это можем исправить вот такой номеровкой. Соответственно, после этого у нас будут менее смещенные оценки на то, куда нам нужно двигаться. Именно и по менее смещенной оценке и первой, второй производной. Кроме того, у нас, когда мы финально уже делаем шаг, получается, есть предыдущие веса, есть вот этот learning rate, и мы должны, как в методовском методе, получается первой производной поделить на корень вторая, плюс epsilon, опять же, для вычислительной стабильности. Это и есть рядом оптимайзер, вот этот вот весь этот подход. И он работает на самом деле хорошо, как минимум, потому что, получается, считаются вот эти вот, вот эти вот m и v, они считаются для каждого веса. То есть это достаточно тяжелая с точки зрения памяти вещь. Мы должны сохранять, типа какого веса менялись градиенты, то есть предыдущие значения сохранять, потом уже их как-то вот изменять. То есть вместо, условно говоря, какого-то одного параметра веса мы начинаем храниться за кучу всего, чтобы правильно посчитать, где этого веса нужны для него шажочек. Есть огромное количество каких-то улучшений для такого оптимизатора, есть какие-то более простые оптимизаторы, у них есть идеи, которые можно переиспользовать. Давайте там рассмотрим дальше на примерах. Во-первых, какие еще проблемы можно выделить? То, что вот эти самые истории градиентов, скользящие средние, вначале ее нету, используется какое-то там дефилотное значение, и непонятно, почему она должна работать хорошо. Скорее всего, оно не так хорошо работает, как если бы мы взяли, условно говоря, несколько раз посчитали какие-то градиенты, взяли бы несколько бачей, и уже на основании этой истории, только после этого бы, мы бы, естественно, попробовали поменять веса. То есть не с самого начала что-то пробовали менять, а только после того, как набрали какую-то историю. Так выглядит Адам без такого вармапа, без вот такой набора истории. То есть у нас было какое-то изначальное распределение на веса, как-то у нас было так задано, около нормальное, и мы из-за того, что сразу же начали резко шагать в плане весов, мы стали где-то уменьшать, где-то стали больше, где-то меньше, но резко произошло изменение, и оно так и сохраняется вплоть до большого количества итераций, в том числе эпох. Если же мы попробуем сначала сделать вармап, то у нас более стабильное, и при этом более похоже на нормальное распределение, то есть меньше хвост из-за весов, которые там занулили, все его калтало, которые стали с маленькими весами. И у нас стабильнее все сходится, потому что с самого начала, как мы попробовали сделать оптимальным для сходимости, так оно и осталось. Есть такой датсет сафар 10, соответственно, там различные картинки небольшие, 10 классов для классификации, и если посмотреть на Адам, то он сильно достаточно зависит от своего элемента рейта это, параметр это, который здесь показан, и он очень чувствительен, так же, как и СГД, к этому выбору. То есть иногда слишком медленно, иногда, наоборот, быстро, но при этом сходится к неоптимальному значению, то есть какой-то локальный минимум заходит, из которого потом не может выйти. При этом, как утверждают авторы статьи, есть результативное решение RADAM, которое вне зависимости от этих параметров хорошо работает. Он называется rectified, а нам не все расшифровать. Смотрю на чат, чат молчит. Если примерно пройтись, потому что здесь происходит. Мы, на самом деле, делаем очень похожее на то, что делали до этого, считаем различные скользящие средние, реализируем вот эти вот самые с нулями, то есть те значения, которые не очень, которые я говорил, без историй. И считаем градиенты, считаем скользящие, считаем, исправляем, соответственно, байос в этих скользящих средних. Далее мы считаем, какая у нас получилась длина истории примерно. То есть после этого, если у нас достаточно много уже набралось данных, мы уже начинаем использовать какую-то адаптивную логику, а иначе мы идем просто по некоторым моментам, то есть по этому скользящему среднему с нашим learning rate. Ну, собственно, в данном случае называется. И получается, что если у нас только достаточной истории, мы пробуем делать адаптивный learning rate, который оптимально подобран, есть доказательства на всяких предположениях уровня, что, как правило, используются вот эти вот бета1, бета2, около единички 0.99, 0.9, 0.999, всякие такие. 0.9 я не использую, 0.99 или 0.999. В общем, близко к единичке. И, соответственно, задухание маленькое. Они там предположили одинаковую распределенность, сделали всяческие выкладки. Получилось, что они оценили с помощью этого распределения learning rate, насколько он скачет в зависимости от размера выборки. И получилось так, что они смогли учесть вот этот размер выборки, по которым мы оцениваем вот этот вот и learning rate, и вообще наш шажочек. Чтобы, соответственно, для тех случаев, когда у нас большой верианс learning rate, делать шажочек поменьше. Когда маленькие, соответственно, мы более уверены делать шажочек поменьше. Кроме того, как я уже как-то упоминал в этой предыдущей лекции, есть альтернативные варианты, которые часто пользуются, кроме Eradome, которые используются для промышленного, скажем так, использования нейронок и не только, когда мы пытаемся подобрать learning rate на каждом шаге отдельно. То есть не фиксированного ставить константы, а в течение времени, чтобы он как-то менялся. То есть вот он на шкале learning rate. Мы пробуем сначала, допустим, его увеличить плавно, чтобы с одной стороны набрать историю, с другой стороны, чтобы выйти из какого-то случайного значения достаточно далеко, чтобы найти прошлом меню. Что мы начинаем падать? Иногда наоборот, когда пытается сначала куда-то случайное место найти, куда-то далеко уйти от начального значения, которое, тем не менее, наверное, ниже в итоге, то есть оптимальное, чем начальное. То есть вот какое-то было вначале не очень оптимальное, куда-то далеко ушли, здесь стало чуть более оптимальное, от него уже плавненько там куда-то движемся, пока не станем уверены. Здесь, в смысле, от ситуации бывает лучше одно или другое. Бывают вот такие вот scheduling, когда мы такое повторим несколько раз, или когда мы выходим, условно говоря, сначала с константным, потом чувствуем, что мы уже нашли какое-то минимум, нам просто нужно на него спуститься, то есть уменьшить широчек, то мы спускаемся. Это вот в FASTA и в библиотеке, например, такие примеры были. В практике, на самом деле, хорошо действительно работает вот этот вариант, вот этот неплохо, но если мы уверены, и если нам не нужно искать действительно глобальный, нам просто хорошо бы спуститься в любой локальный, верхние варианты не должно быть часто пробовало. Что стоит заметить? Во-первых, что no free lunch, то есть в оптимизации, на самом деле, не бывает бесплатного какого-то улучшения, которое вот точно всегда сработает, что мы сейчас попробуем как-то дописать немножко наш оптимайзер, он всегда будет хорошо работать. Есть утверждение, что если мы возьмем все возможные задачи, все возможные нейронки, то ни один оптимизатор не лучше другого. Но так сложилось, скорее всего, что какие-то задачи встречаются чаще, какие-то нейронки встречаются чаще, вот для них мы можем подобрать что-то, что лучше, легче, меньше, нужно оптимизировать гиперпараметры и так далее. Иногда помогает какая-то комбинация из более простых идей, то есть у нас был адам, ребята сделали сложный адам, но бывает там что-то попроще, типа n адам, несколько трех моментов адам, когда мы пытаемся там, кроме того, чтобы применить изменения не к тому, не к текущей точке, а по счету на эти, по предыдущей ручей есть еще тоже как-то, куда был градиент и так далее. Ну, то, что экспоненциальное завешивание, это то, что уже в адам используется там и так далее. Кроме того, у нас можно применить из таких вот последних, наверное, оптимизаторов типа Ларса, можно вот этот лернинг-крейс считать не для каждого веса с одной стороны и не глобальный, хотя глобальный, наверное, так или иначе остается, можно сделать что-то промежуточное, для каждого слоя подобрать какой-то еще отдельный лернинг-рейт, который будет помогать именно, условно говоря, слоям, которые, допустим, ближе к входу, у них, допустим, все лучше с распределением, потому что мы проконтролировали его на уровне датасета, там делать более уверенные шаги, другие слои другие и так далее. То есть какой-то промежуточный вариант на уровне слоев. И на самом деле многие все еще добиваются хороших результатов, крупные, допустим, модели обучаются безоадным, а там так далее, так далее. Бывает, хорошо получаются даты в такой комбинации, в такой связке, что мы берем стандартный SGD, просто градиентный бустинг практически, только вот с этим министровым моментом. Мы делаем вот какой-то вармап, там условно ждем сколько-то сотен бачей, пока наберется статистика, или learning scheduling, как вариант, и просто тюним гиперпараметры, то есть вот этот самый, соответственно, вармап, иногда learning рейта, и в том числе самое важное, learning рейт, ну, бывает, что еще помогает, на самом деле, конечно, и начальное состояние, то есть люди перезапускают и в итоге находят лучшее решение, но это уже детали. Хорошо, мы с вами разобрали аверфитинг, посмотрели на различные оптимайзеры, смотрели, что на самом деле нет какого-то легкого решения, но есть различные какие-то иногда аверистики, иногда более доказанные вещи, что они должны работать в определенных условиях, и они действительно помогают использовать, допустим, чуть меньшие бачи более эффективно, или, допустим, чуть более глубокие нейронки, у которых что-то сложнее с числом параметров, там нельзя все хранить, допустим, лучше по словам, или что не хватает статистики, мы можем ее лучше как-то апоксимировать и так далее. Теперь поговорим немножко про другое. Вот мы, пусть мы умеем обучать модельки, мы умеем решать наши задачи, но иногда нам не хватает данных, потому что все-таки основная часть машинного обучения и глубокого обучения связанности это большое количество данных, и если там линии агрессии иногда хватает словно двух, трех, тридцати, десятков, сотен примеров, то в глубоком обучении, как правило, это все-таки тысячи, десятки, тысячи, сотни, тысячи, миллионы, миллиарды, иногда больше. И в одной задаче у нас есть эти данные, а в другой задаче у нас не хватает столько данных, чтобы обучить такой обучение. Поэтому нам нужен transfer learning, multitasking и one-shot, zero-shot и так далее, few-shot learning. Сначала немножко затравки от Эндрю Юджи, который буквально несколько лет назад рассказывал про текущие успехи в коммерческом применении, но и в целом, наверное, в индустрии, различных видов машинного обучения, в частности, зарождающийся рост transfer learning, который сейчас, я думаю, уже используется всеместно. Мы понимаем, что очень давно уже развился super-wise learning, то есть еще начиная с статистического обучения, там, 90-е годы, очень хорошие этажи были как раз с сертичными сетями и так далее. Transfer learning как раз хорошо себя стал управлять именно в сертичных сетях, потому что когда люди научились хорошо обучаться на интернете, сколько-то первых слоеров, они все равно достаточно полезны и универсальны для многих задач связаны с компьютерным зрением. То, как я показывал на картинке с наклонными полочками, с различными частями объектов, которые мы детектив и так далее, те же самые элементы, те же самые веса подходят в целом для многих других задач, и они, на самом деле, тяжеловесны. То есть, чтобы выявить более общий паттерн, как правило, требуется больше наблюдений и больше точек. Поскольку мы можем это перенести на какой-то известный дэнсет, тот же самый элемент знает, мы можем для другой задачи использовать меньше точек. Ну, тут же еще также выделено reinforcement learning, который еще зарождается в каком-то смысле, что там есть какие-то успехи, но он не то, чтобы повсеместно используется из-за различных сложностей. Хотя он, конечно, убеждает игроков дота, это неспорно, неспорно. Так, transfer learning. Как это вообще реализовать? Как модельку, взятую на мажинете, переиспользовать, соответственно, для других задач, связанных с компьютерным зрением, допустим. У нас есть огромное количество данных, размеченных на мажинете, и более того, на самом деле, есть огромное количество обученных моделей, которые затюнены, подобраны гиперпараметры, все у них хорошо, известен скор, известное качество. и мы можем напрямую просто взять source model, либо целиком, либо обрезав там верхнюю часть, которая относится непосредственно к классам мажинета, и использовать чуть-чуть данных, два варианта. Либо мы можем целиком ее просто допустить, считать, что это наш initial weights, который рассказывал, что на самом деле может тоже помогать, что если initial weights хорошая, то и в целом нейронка не будет их сильно менять. С другой стороны, мы можем, чтобы еще уменьшить вычислительную сложность, чтобы более стабильно оно было, иногда, чтобы это можно было переиспользовать, мы, соответственно, в вычислительном плане мы можем не менять часть весов, поменять только те, которые непосредственно влияют на таргет, там, на средние слои. У нас чуть-чуть этих данных, мы вот эти чуть-чуть весов обучили, но при этом у нас проделана большая работа последовательная по извлечению вот этих высокоуровневых признаков. Мы уже знаем, условно говоря, какие объекты какой формы, каких цветов, там, какое положение у нас расположено на картинке, и из этих частей объектов мы можем собрать новые объекты, которые можем детектить. Кроме того, представьте, что мы можем решать эти задачи одновременно, что на самом деле не обязательно сначала учить на задачу А с большим количеством данных, потом переучать на Б. Б может быть много, на нас может быть мало. На самом деле, если мы делаем так называемый multitasking, мы можем это делать одновременно, причем разными способами. Самый простой, понятный, который примерно, то, что я приводил до этого, это то, что мы можем просто использовать одни и те же слои, то есть, так называемые shared layers, для одной и той же, ну, похожей задачи, они все, если похожи, то здесь будет немного слоев. Если какая-то задача сильнее отличается, возможно, ей нужно здесь больше слоев добавить, именно специфичных для нее, то есть, что она не будет влиять на другие выходы, но она подкорректирует тем бейдинге, те входные вектора, которые к ней пришли. И, на самом деле, не всегда это работает хорошо, но часто оно позволяет для, допустим, задачи, которые меньше данных, также все улучшить. При этом оно, если данных достаточно у второй, то позволяет улучшить и первый в том числе. Например, в тех случаях, когда есть неоднозначность в плане классов, что есть какие-то похожие классы, но отличить их помогает совсем ортогональное разбиение. У меня, к примеру, в работе такое встречалось, когда работал с классификацией постов известной социальности. Есть, соответственно, тематики какие-то у постов и есть какая-то оценка их качества, которая, ну, соответственно, более-менее тоже шумная, но по ней тоже много данных можно было собрать. И то шумная, и то шумная, но они совершенно ортогональны, независимы, при этом они оба могут быть связаны, условно говоря, что там качество, оно по-разному работает для разных тематик, а для некоторых тематик, типа, качество по дефолту плохое, потому что у нас там тематика называется как-нибудь нехорошо, и что мы там находим какие-нибудь хорошие, особенно объекты, и оно тоже может быть одно друг на друга влияет и помогает обручать как вот эти общие слои, так и на самом деле вот эти специфичные, потому что подготовительные слои достаточно хорошие. Кроме того, есть вариант с более послабленным с точки зрения ISO, с другой стороны более memory intensive. Что происходит? Мы берем слои и несколько раз дублируем для разных задач, то есть мы одни и те же данные прогоняем несколько раз, возможно, на самом деле разными способами, можно они не совпадать по размерам, по форме, по архитектуре, но если они совпадают, то очень легко вести просто метрику расстояния, допустим, L2, что расстояние между соседними, допустим, или в целом одной группой весов, они должны быть небольшие, что в целом веса должны быть друг на друга похожи. Тем самым мы гарантируем, что несмотря на решение каждой из этих задач, мы с одной стороны учитываем, что нужно ей, то есть мы можем веса поменять, несмотря на то, что там оно хуже для какой-то другой задачи, но при этом мы можем поменять недостаточно сильно, чтобы не переобучиться. То есть если здесь, допустим, больше данных, мы не дадим переобучиться сильно вот этим нейронам, потому что у нас будет L2 регуляризация на похожесть на веса, соответственно, для большой задачи. И возвращаясь к transfer learning, на самом деле, что когда мы пытаемся получить получить какие-то хорошие представления, которые можно переиспользовать. Не всегда нужно делать классификацию, то есть как делаем вы маженете. Маженете просто огромное количество влоксов и огромное количество данных, поэтому там очень хорошо ложится transfer learning. В случаях, когда классов мало, данных не так уж много, transfer learning скорее лучше заработает в случае так называемого metric learning. давайте посмотрим на картинку. Что мы видим? Видим, что у нас есть некоторый anchor, называется, то есть целевой пример из нашей выборки, звучающей. И у нас есть некоторый positive example, то есть пример из того же класса, что и anchor. И негативный пример из другого класса. Причем тут есть варианты negative, может быть hard negative, то есть человек, допустим, очень похожий на него. или наоборот обычный негатив, когда это просто случайно если это на человек, который в среднем скорее очень сильно не похож. И, соответственно, мы можем, допустим, термия shawit и сами, которые hard shawit одними и теми же по сути, мы можем прогонять получать эмбиддинги и стараться сделать так, чтобы эмбиддинги у представителей одного класса были как можно ближе, а разных как можно дальше. с одной стороны это иногда позволяет лучше работать, когда у нас мало классов, с другой стороны, когда много классов, это позволяет нам не держать огромный softmax, соответственно, матрицу, в которой нужно каждой из этих отдельных классов предсказывать, а нам достаточно обучить эмбиддинг и считать расстояние между эмбиддингами. То есть еще плюс в том, что допустим вот видите one-shot learning что это такое? Допустим мы хотим обучиться на какой-то такой задаче с большим количеством данных с хорошими представлениями векторов для этой задачи, вектора лица. Мы хотим найти что-то похожее допустим на такую задачу, то есть не различать двух людей, допустим различать эмоции или что-нибудь похожее связанное с лицами. Достаточно похоже с этой задачей. И тогда мы можем взять вот эти эмбиддинги на самом деле, посмотреть в какой-нибудь эмбиддинге допустим для человека который улыбается в среднем какой-нибудь или для человека который не улыбается или еще что-нибудь. И потом мы ввиду того что взяли очень ограниченное число примеров определяли один мы можем соответственно быстро добавлять решение новых задач не переобучая большую нейронку не собирая датасет, потому что у нас мы предполагаем что достаточно хорошие эмбиддинги не описывают разницы. Не всегда это работает но если задача подобрана хорошо может работать. То есть пример людей буквально мы взяли среди эмбиддинг какой-нибудь или ближайший просто найдем среди таких эмбиддингов скажем что если похож на них то значит налицелы если там похож на грустное значит класс такой-то соответствующий и так далее. Интересный момент что можно взять один пример и его агументировать в случае с сверточными нейронками с задачей компьютер вижена когда у нас просто картинка можно развернуть и прочее это вообще легко и удобно и помогает когда примеров мало но у нас мы знаем что как раз подходящие условия для вот такого transfer learning ну соответственно это еще более экстремальное условие когда мы должны найти просто новые классы то есть у нас нет ни одного примера мы просто хотим понять что вот этот класс новый это класс один какой-нибудь а потом еще пришел новый пример который не похож на этот класс 2 и так далее то есть у нас нет обучения но у нас есть что-то похожее на расстояние которое можем сравнивать что вот это расстояние большая вот это расстояние маленькое что вот этим между этим примером маленькая и на основании этого делать выводы о том пришел нам новый класс и какой еще из интересных моментов есть центр лосс это дополнительное соответственно преобразование когда мы допустим обучаем какую-нибудь классикацию которая похожа на вот этот триплит лосс что мы заставляем по тому же принципу примеры быть ближе друг другу из одного класса что мы не просто хотим линейной разделимости как мы раньше хотели в других задачах классификации разделить просто примеры одни от других а вот как раз это что-то похожее что мы хотим именно похожий объект располагать ближе друг другу и в этом случае вот в такой регулизации даже классификация может хорошо работать без метрик лир лин сейчас молчит хорошо мы поговорили про интересные задачи про трансфер лир на самом деле уже на этапе достаточно чтобы пилить крутые стартапы с там не знаю гпу карты потому что уже огромное количество моделей обучено можно соптимизировать их обучение можно переиспользовать использовать внешние данные и так далее и так далее но давайте пойдем еще дальше и скажем что для этой задач все-таки нужно какую-нибудь тяжелую модельку допустим ускорить чтобы она допустим на телефоны помещалась работа на телефоне на каких-то других имбедд устройствах умный дом и так далее умная колонка или допустим если у нас огромное количество просто приходит запросов как у нас например в больших проектах чтобы не покупать бесконечное количество железа при этом не сильно теряя в качестве ускорить все это компрессия и ускорение они идут рука об руку то есть мы с одной стороны уменьшаем число данных которые мы храним в видеокарте в оперативной памяти с другой стороны ускоряем потому что обычно есть линейная замес связь как известно между числом нейронов и временем работы хотя как правило эта связь в большей степени появляется именно с глубиной а не с шириной потому что эффективно один слой мы можем перемножить разложить матрицу параллельно все посчитать но следующий слой мы должны дождаться предыдущего естественно если такие дожидания много то есть много слоев то это оптимизировать сложно хотя и тоже бывает подход самый простой подход который можно писать это квантизация самый простой и самый редко применимый в том плане что нужно чтобы если мы хотим допустим не просто уменьшить размер который у нас хранится там на телефоне или еще где-нибудь этой нейронной сети чтобы она быстрее работала нужна аппаратная поддержка вычисления соответственно половинной точности четверти точности и так далее но зато оно гарантированно практически ускоряет соответствующего числа раз насколько мы разделили флот есть еще подход с авторизацией так называемый когда мы пытаемся практически всегда делим те или иные перемножения матриц на самом деле даже свертки которые казалось бы какие-то хитрые преобразования что мы идем с каким-то страйдом с каким-то паддингом сворачиваем получаем какие-то активационные на самом деле это тоже выполняется матрочной оптимизации матрочное перемножение это тоже точно так же оптимизируется и как известно в факторизации мы можем сильно уменьшить число параметров и это тоже дает ускорение потому что на каждый параметр как мы уже видели задома нужно как правило что-то хранить дополнительные скользящие средние нужно его в целом считать этот параметр то есть градиенты считать его обновлять и так далее то есть чем меньше параметров тем лучше когда мы делаем факторизацию складываем большие матрицы на которые мы домножаем там дэнсли конволюшн или что-либо еще мы соответственно можем сэкономить сильно памяти минусы минусы бывает в том что такое дольше учиться может дольше учиться потому что чуть более сложные преобразования получаются их изначально сети будет сложно выучить но если мы делаем это постфактум то обычно никаких проблем не возникает с другой стороны если мы делаем постфактум мы не оптимизируем обучение в общем такой тридов далее из интересного есть пронинг когда мы как пронинг есть в деревьях кто знает в бусинге в деревьях решений различных такой же пронинг примерно есть в нейронах что есть различные критерии по которым мы можем понять что допустим этот нейрон не особо влияет на лосс что если мы его выкинем в среднем сеть не будет хуже предсказывать то что она должна предсказывать иногда это можно сделать лучше опять же с учетом гисиана что мы знаем что вторая производная допустим тоже около нулевая что не будет сильного изменения от того что мы его уберем далее можно выкидывать по отдельности нейрон и как бы мы сразу оптимизируем размеры матрицы то есть матрица это по сути размеры число нейронов на предыдущие условия и число нейронов на следующем размер матрицы когда сокращаем число нейронов матрица уменьшается тогда можно делать по отдельным лесам тогда мы тем самым просто эту матрицу делаем немножко спарс и опять же это нужно быть поддержано иногда аппаратно иногда на уровне софта чтобы вот эта спарс-оптимизация она хоть что-то имела какой-то смысл вот то есть нужно некоторые матрицы делать сильно разряженными хранить их в виде порядочных троек типа координаты плюс значения чтобы память соптимизировать или другие оптимизации применять чтобы оно эффективно было с точки зрения по моему последние гпо которые сделаны видео они соптимизировали в том числе на аппарат выровня чтобы спарс-матрица и снова лучше работали пока ждать придется еще какое-то время и похожая вещь спармингом есть для фильтров фильтры имеются ввиду из смерточных сетей то есть у нас вот эти вот самые полученные преобразования в фича-мап и фильтры их называют из легоси названий из компьютера вижена мы отдельно их можем прям выкидывать то есть понимать какой из них важен какой не важен и оставлять только самый важный допустим тем самым мы вместо того чтобы сделать два похожих фильтра сделать условно один но покачественнее зато сильно сэкономим в памяти и скорости и самое интересное что из интересного что видно knowledge distillation очень популярная последние несколько лет вещь о чем речь представьте что мы уже попробовали все методы выше но мы понимаем что либо сильно качество падает то есть что мы там проним веса проним нейроны и у нас качество падает либо что у нас нет поддержки либо что мы хотим ускориться на трение а не на естественно постфактум фактеризации часто делают поэтому хочется все равно как-то сжать и что делают обучают какую-то сеть которая более тяжелая на целевую сдачу какую-то та же самая имиджнет классификация или что-нибудь подобное и дальше учится маленькая сеть в которой всего меньше проще и быстрее выполняться то есть удовлетворять каким-то нашим требованиям на производительность и мы можем попробовать одновременно решать для нее две задачи то есть лосс будет состоять из двух частей с одной стороны она будет точно так же подсказывать исходный дата-сайт то есть решатель маппинг из x в y а с другой стороны она будет пытаться не просто найти условно единичку нолик она будет пытаться в случае классификации у нее будет кросс-энтропия до того что выдала предыдущая сеть а предыдущая сеть выдала не единичку нолики она выдала некоторые распределения на классы иногда это распределение похоже на one-hot а иногда сильно встречается допустим у нас есть некоторая информация от этой сети что условно изображение похоже там сразу на три класса в оригинальном дата-сете у нас все будет в one-hot у нас будет выделен один из этих трех и никакой информации про то что он похож например на два других у нас не будет эту информацию мы можем вытащить из вот этой обычной сети которая чему-то уже научилась хорошему и переиспользовать маленькой. И таким образом эта сеть как бы сразу будет обучаться с более обогащенной информацией датасетом, более обогащенной информацией волос. Здесь должно быть написано на лодите ссылочные граммы. Вот такие вот есть способы сжатия ускорения. На самом деле бывают всякие, редкие еще, но это, на мой взгляд, наиболее самопопулярно используемые. И сейчас совсем хочется поговорить про какие-то последние интересные необычные вещи. Некоторые чуть более популярные, некоторые совсем малоизвестны. Мне кажется, что они доставлены внимание, чтобы понимать, что в целом происходит в отрасли. Во-первых, это адвесария в атаке и относительно популярная известная вещь. Еще 5 назад было известно. В чем смысл? У нас есть, допустим, metric learning. Вот мы сделали, да, что учим отличать лица ночек от лиц других людей. Для каждого человека. У нас есть некоторый black box нарисован, то есть нейронка, которая переводит в embedding, в векторное представление, которое, соответственно, некоторую семантическую имеет подоплеку, что если, допустим, большое расстояние между изображениями, то это разные люди. Если маленькое расстояние, то это одинаковые люди. Один и тот же человек изображен. И утверждается, что существует некоторая такая модификация G, которая применяется к исходным данным, практически не меняя ее визуально, то есть, допустим, если мы говорим про изображение, то есть с точки зрения человека оно не меняется. Очень маленькие какие-то актуации применяются. И оно, несмотря на это, позволяет правильный ответ сделать неправильным. Правильный ответ был, что это разные люди, неправильный ответ, что это один и тот же человек изображен. И это искусственные атаки. Они бывают разных видов. Самые, как правило, продвинутые, такие примеры, которые видно можно и в интернете, в статьях, это атаки, в которых вот это, на самом деле, блокбокс известен, то есть есть нейронка готовая, и можем посмотреть на нее, whitebox называется, посмотреть и, исходя из информации о весах, о том, как она распознает это изображение, понять конкретно, а что нужно с ним сделать, с этим изображением, чтобы нейронка стала одного и другого. Ну, допустим, самый простой пример. Мы можем посмотреть, представить, что здесь вот этот пример вот такой, посмотреть ошибку, соответственно, между предсказанным и вот этим примером, и сказать, что как будто мы учим нейронков предсказывать именно вот этот вектор справа. Тем самым мы распространяем ошибку, как говорится, всей сети до самого примера. Не меняем ни веса, но меняем пример. Ограничим это по длине там как-нибудь или по пиковым значениям, чтобы никакие пиксели сильно не менялись. Применяем и получаем то, что хотели, он становится ближе к нашему целевому, соответственно, вектору. То есть мы поменяли таким образом в направлении градиента источник, чтобы он стал нужного класса или нужного вектора. Вот такие интересные дела, и против этого постоянно пытаются бороться. Кто-то, наоборот, пытается использовать, чтобы защитить privacy, надевают какие-нибудь специальные там очки, оправы, маски, еще что-нибудь на лицо, которые, там, не знаю, на самолеты военные накладывают такие огромные полотнища с заранее придуманными такими изменениями, чтобы самопролетающий беспилотник не заметил, что вот здесь находится самолет, потому что его компьютер Vision атакован, и вместо того, чтобы подумать, что тут есть самолет класс какой-то, а он подумал, что его нет, а там другой класс. Как-то так. Другая тема, достаточно сложная. Я не буду рассказать подробно, в частности, потому что я сам не сильно глубоко вот эту тему копал. Но из интересного могу сказать, что на самом деле широкие нейронные сети, то есть у которых в пределе... Кто-то спросил. При оптимизации мы используем один метод на все слои или как-то по-другому? При оптимизации мы обычно используем один метод. Комбинировать методы в целом можно, но это обычно все равно делается сразу на все слои. Такого, чтобы делать один Adam на один слой, а SGD на другой, я, честно, не видел. Может кто-то так делает, не знаю. Если делать, расскажите. Возвращаясь к вопросу, как я вам говорил, представьте, что у нас есть некоторая нейронка, у которой мало слоев, она не глубокая, но она очень широкая. То есть у нее в пределе бесконечность нейронов на каком-то слое, на втором, допустим. И вот это число N, насколько оно широкое, мы можем регулировать в пределе бесконечности. В пределе понятно, что мы не можем это считать, но мы можем это с математической точки зрения иногда рассматривать с определенных точек зрения. И для этой нейронки ограничены, соответственно, вот это, получается, две сигмы. Так же, как и здесь, отклонение в зависимости от просто шума. То есть у нас есть некоторые точки, здесь много точек, здесь это раз, два, три, четыре точки. У меня зум немножко загараживает. Да, там четыре точки. Которые мы обучились во время тренировки нашей нейронной сети. И в этих точках мы, соответственно, так или иначе, как бы мы не обучались, сколько бы раз мы не перезапускали сеть, сколько бы у нее не было широких параметров, мы так или иначе сведем к минимуму отличия от предсказанного значения и истинного в этих точках. Но вот во всех остальных у нас есть некоторая вариабельность. Сеть по-разному может себя вести. И иногда обобщать хорошо, иногда хуже. И, соответственно, вот эта вероятность получить кривую, то есть нейронку такую, которая придет вот здесь вот, она там около двух сигн, там здесь вот она, соответственно, меньше. То есть, наоборот, большая вероятность, здесь она совсем маленькая, там где белые у нас поля, но они все равно случаются. То есть, в основном, большая часть всех возможных нейронок такой ширины, точнее, с такими точками, оно вот внутри расположено. Это просто такой интересный способ посмотреть на то, как себя ведет сеть, как она обобщает данные. И что, на самом деле, это очень похоже на гауссовские процессы. То есть, на самом деле, это можно одно отобразить в другое в определенных предположениях. Гауссовские процессы – это как раз вот такие способы описать, соответственно, зависимость f от θ, f от параметров, от x. И вместе с этим оценить не только точечную оценку, то есть среднюю, но еще и дисперсию. То есть, какое распределение в каждом из возможных входов. Для нейронок мы не знаем распределение, то есть, мы когда прогоняем нейронку, мы знаем только среднюю. Но есть подходы типа байсовских сетей, или вот здесь появляется потихоньку с гауссовскими процессами, когда можем оценить, насколько где нейронка неуверена. То есть, что вот мы подаем новый пример, а насколько мы бы в нем были уверены. То есть, вот здесь вот там уверенность была бы такая-то, здесь вот вообще была бы большая и так далее. вот такая интересная штука. Еще из интересных вещей есть так называемые потоковые сети. Это работа 2018 года. Ребята попробовали получить специфичную потоковую сеть, уже там прообрежено по сравнению с предыдущими вариантами. Как видно, все равно она работает хуже, чем те варианты, которые вы, наверное, видели в интернете. Два года назад, в целом, все было более хуже в плане генерации лиц, но это был очень неплохой вариант. Почему без нее сейчас? Представьте, что у нас есть некоторое распределение данных без метаклассов, даже просто некоторые данные, картинки. Просто скачали все картинки из интернета. Или скачали все картинки откуда-то. Просто какое-то распределение данных. И мы хотим научиться из него генерировать что-то. Это могут иметь, допустим, ганы. Но мы не можем, допустим, не могли раньше интерполировать, сейчас придумали как, мы не можем оценить вероятность, что вот этот пример более похож на эту рубрику, вот этот менее похож. Сэмплировать как-то оттуда аккуратно, чтобы понимать, что мы покрыли распределение и так далее. И поэтому мы берем нормальное распределение, соответственно, многомерное с параметром метакта вот этими средними дисперсиями, звание OZ. И пытаемся из вот этого нормального, которое мы умеем сэмплировать, в которое знаем, что вот есть похожая центральная, там медиана, она же мода, она же средняя. Есть, соответственно, какие-то редкие, более вероятности, менее похожие на выборку примера и так далее. Можем интерполировать, можем там прочее, прочее. Хочется замапить одно в другое, чтобы мы могли рассматривать вот эти наши данные, которые мы откуда-то взяли, как вот некоторую выборку, которая имеет вот такое нормальное распределение, чтобы мы могли с этим работать. Потому что как, допустим, промежуточное между лицами считать, по пикселям, ну, не работает. Если мы хотим вероятность сценить, тоже непонятно как. Сэмплировать, тоже непонятно как. Кроме того, сэмплировать можно с разными параметрами, допустим. То есть далеко от мат-ожидания, или там, допустим, очень похоже на мат-ожидание, чтобы точно быть уверен, что мы сгенируем лицо, а не что-то еще. Вот эти вот, допустим, сгенируем, ну, таким достаточно средней температурой. То есть можно было сгенивать без шумов, но они будут более похожи друг на друга. Эти менее похожи друг на друга, но из шума. Итого, как это делается? Ну, вы, наверное, уже прочитали. Здесь есть, соответственно, функция, которая раскладывается на комбинацию, соответственно, объективной функции. То есть f1, f2, fk, они объективные. Мы их делаем композицию. То есть из дата одной отправится другой, и так далее, и так далее. И благодаря тому, что они объективны, и благодаря тому, что там есть всякие хитрости, как мы можем эффективно считать их объем, мы можем, на самом деле, напрямую оптимизировать правдоподобие того, что... правдоподобие датасета для параметров. Тем самым найти такие параметры дата, которые позволят нам максимально правдоподобно приблизить вот этот датасет с помощью гаусса. И потом мы получаем... Единственная проблема, которая отсюда выходит, это то, что у нас размер изображения огромный. Ну, если мы хорошую картинку хотим дегенерировать и распознавать. И за счет того, что все функции объективные, ambienting, соответственно, тоже огромный. То есть если у каких-нибудь GAN-ов и прочих оптиминкодеров бывают сотни, двести, триста, пятьсот эмбеддинги и reads, то здесь, соответственно, ну там... По-моему, в том случае было пятьсотнадцать на пятьсотнадцать, или тысяча на четыре на тысяча на четыре. То есть очень много. Вот. Очень большие эмбеддинги. С другой стороны, мы можем с ними делать все, что я так сказал, и у нас есть честное правдоподобие, которое мы можем честно оптимизировать. Вот. Работы ведутся в этом направлении именно по поводу того, чтобы сделать больше разных объективных функций, у которых легко считать множество, легко обновлять градиенты, это вот все. И, ну, чтобы они были выразительные функции, не просто легкие в том плане объяснения, чтобы ими можно было не сильно глубокой сеткой, соответственно, получить произвольное сложное распределение. Ну, как видим, такие лица генируются в целом неплохо. На самом деле я проводил еще исследование, по которым видел, что примерно можно в десять раз сжимать все эти эмбеддинги, огромные, без вообще практически никаких либо потерь в каком-либо качестве. Нужно просто аккуратно находить нужные координаты. Вот. И в целом хотел бы сказать, завершая, что в ходе всех этих эмбеддин, надеюсь, ни одна сеть не пострадал. Вопросы? Вопрос. Квантизация – это то же самое, что квантование? По-моему, да. Еще по квантованию, квантизации. Мы сжимаем картинку или же мы делаем пулинги и таким образом уменьшаем объем? Мы картинку не трогаем, мы вход вообще не трогаем, мы трогаем веса. Мы просто в квантизации, вместо того, чтобы хранить вес с точностью 16-32, или сколько там бит, хранить меньше. То есть мы, условно говоря, обрезаем после запятой сколько-то знаков. – Спасибо. Еще вопрос по поводу Adversal Attack. – Да, Adversal. – Adversal Attack. Допустим, у нас есть ситуация, ну, фейс антиспуффинг, и мы хотим, чтобы с телефона мы могли показать фотку и ее засчитали как за реальное лицо. Мы можем так с помощью Adversal Attack сделать, чтобы эта фотка была засчитана как реальное? – Ну, в антиспуффинге точно такая же задача, более-менее классификации. То есть нужно приоритетриальное, нереальное, то есть два класса, бинарное. Если мы имеем доступ к нейронке самой, то есть у нас whitebox, то это сделать вообще не проблема. Проблема в том, что нужно как-то, если вы картинку показываете, чтобы она стабильно стояла, то есть чтобы это было уверенное какое-то преобразование. У вас обычно там число попыток еще ограничено на вот этот вот спуффинг. То есть вы не можете бесконечное число раз это пробовать. Но если у вас там все зафиксировано и есть нейронка, то проблемы никакой Adversal Attack нет. – А наличие нейронки обязательно? Или можно примерно знать, какая модель там стоит и мы можем применить? – Ну, архитектуры иногда… Ну, самой архитектуры недостаточно обычно. Бывает архитектура плюс примеры. Типа, если ты знаешь, что на таких примерах она вот так вот сработала, а такие-то вот где-то ошиблась, то ты можешь это, наверное, как-то использовать. Но я, честно, прямо в соту по спуффингу и Adversal не скажу сейчас. – Спасибо. – В бочной аудитории вопросов больше нет. Есть ли вопросы у ребят в зуме? – Сейчас я открою. Сейчас пустой. – Спасибо. – Ну, я так понимаю, если вопросов больше нет, то мы поблагодарим Семена за его вторую часть лекции. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо, Семен. – Спасибо.